Ну что, друзья, к сожалению, надо продолжать XCOM, потому что челлендж на 130к, у нас неплохой трай, 51-я часть трансляции Long War, крайне рекомендую, если вы любите тактико-стратегические игры. Секретная операция через день, и это значительно осложняет мне задачу, потому что нельзя брать стоповых товарищей из-за потенциальной сложности предстоящей миссии. А приземлившийся НЛО, кстати, можно проигнорить, если бы я был уверен, что за 15 часов секретная операция успеет пройти, потому что если бы там на 4-х человек, то мне может стоит... Кстати, может попробуем, да? Может по обнаружению цели реально сделаем? Подождем немножечко, глядишь, глядишь, секретная операция зайдет. Что-то не работает, 6 часов, уже слишком рискованно. Да, нельзя. Смотрел голд? Нет, а что там было? Короче, мы взяли с вами в прошлый раз... Что? Да, вот второй состав. Второй состав. Давайте сделаем эквип, и заодно познакомимся с нашими друзьями. Это разведчик. Фаланга ремонтируется одна. Может, еще фалангу сделать? Разведчик, марксманский прицел. И пока фалангу не выдаем. Пулеметчик без овервотч, к сожалению. Лазер гатлинга с делосом. Но все равно прицел выдаем. Пехотинец с палачом. Лазерная винтовка, фаланга и датчик движения с... Пока что с прицелом, подождите. Сейчас посмотрим как. Понятно, что снайперу нужно выдать тоже прицел. Два. Снайпер на бас. Ракетчик с овервотчем. Ему лазерную винтовку и, конечно же, броню. Инженер, возможно, пойдет. И еще одно вакантное место. У нас, кажется, нет медика. Потому что я взял и прокачал медиков на прошлой типа катки. И один медик у нас не живой. Давайте посмотрим по назначению. Продвинулись ли у нас там медики, которые... А, я же одного потерял. Давить. А, ранение, ранение. Капитана проверяю. Маловероятно. Да, капитана мне не поставить пока что. Это приземлившиеся маленькие нуло. Там дюжина врагов. Редкая средняя растительность. Слабая команда идет у меня на это задание. На это задание. На экзальт мы берем раз, два, три, четыре. Ориентировочно пять, шесть. Вот посюда. Или вместо второго снайпа, например, разведчика. То есть мы можем брать любого из ниже перечисленных. Второй пулич, второй разведчик. Второй пехотинец, второй ракетчик. Не забываем, что еще медика нет. Кого-то со страховочной аптечкой нужно взять. Давайте пехотинца возьмем. Единственное, что у меня... Ну да, лазерный карабин как раз есть. Ему даем аптеку. Даем, скорее всего, такой вот прицел. Потому что у него и палач, и 72. На нейтрализацию... Аутсайдер есть один пулеметчик. Тяжело. Подожди, а что у нас по фаланге? Я же еще дополнительные вроде делал, да? Сегодня утром прибыли новый инженер. Типа, изучатель, три лазерные винтовки. Мы от помощи не откажемся. В ремонтном что мы ремонтируем? Ничего не ремонтируем. А почему? Есть, фаланга ремонтируется два дня. Я бы еще одну фалангу заказал, потому что... Потому что надо. В ангаре кораблей ремонт, но в течение трех дней... А, там третий феникс. Мы еще феникса начали делать. Экспериментируем. Опасаюсь. Миссия потенциально очень опасная, но ресурсная. То есть это уже второй разведчик в течение ближайших трех дней, который прилетел и сел. То есть с него можно компы, эллерии, сплавы. Очень жирная миссия. И, конечно же, это повод прокачать не самых опытных бойцов, но в прошлый раз мне это стоило разведчика. Опять эта страшная карта. Господи, сколько можно, а? Опять не очень удачный респ. Вот это вот дерево. Впереди тарелка должна быть вот здесь, тона. Я уйду влево. Зарекался не уходить вправо, потому что там слишком... Слишком все плохо. Ну, я здесь дважды отдавался. Единственное полное укрытие сюда. Ставили обычно там пулеметчик или еще кого-то, но он не может работать по целям слева, потому что он должен спускаться типа вниз, а выглядывать из-за этого укрытия не может. И в результате из-за того, что тарелка находится рядом, здесь точно один пак, второй выходит откуда-то вот отсюда вот, и мы тут под полуукрытием и кукуем. Ничего сделать не можем. Снайпера-то можно, конечно, отвезти, но он не волк-одиночек, его особо отводить смысла нет. Ближе подходить не стоит. Слишком рискованно все-таки. Снайпера имеет смысл отвезти просто потому, что он даст угол. Может, точнее, дать угол. Входим раз. Наполовинку отойду, чтобы Рокет, по крайней мере, смог вытелиться. Пуличи сюда. Пехотинцы сюда. Инженера далеко не стоит отводить. У меня еще дымов нет, вот в чем проблема. Не забываем, что пехотинцы карабин, это плохо. Не забываем, что... Так, тынманы, это не так уж и плохо. Включаем скан, подходим вот так. Впереди пока никого не наблюдаю. Вижу уже тарелку, тем не менее. Хорошо, отвоевываем небольшое количество укрытий. Не нравится мне и это дерево тоже, потому что справа не будет он работать по целям. Здесь только полуукрытие. Дальше, конечно, есть фуловые, но... Они... Выдвигаюсь. Так, ты сюда, ты сюда. Двигусь на позицию. Инжа поближе подвести. Я пошел. Снайпа заводим в угол. Выцеливаем. Метка есть у разведчика, не забываем. Гляжу в оба. И муха не пролетит. Возу настороже. Направление. Ну, понятно, что тарелка. Ну, блин, я не хотел к тарелке лезть. Последний скан. Прямо по курсу пак. Направляюсь на точку. Ну, видимо, придется мне лезть. Подвожу Инжа. Все-таки подведу Рокетом. Да как? Укрытий нормальных нет. Здесь полуукрытие. Ты сюда. Ты сюда. Уцеливаемся раз, уцеливаемся два. Тут лучше тоже выцелиться, потому что на овере только про это самое... Протеряем. Без бога. Да, выходят. Три Симмена и один Сиктоид. Они все ушли. Я на овере никого даже не попытался снять. У снайпа... Уже угол не тот. И помятуя о том, как неудачно стоял снайп в прошлый раз, я лучше его переведу. Никаких сапрессов ни хрена у меня нет. Просто отвратительно. Видимо, ханкер. Видимо, ханкер. Видимо, овер. Видимо, выцеливаться. Два Симмена действуют полноценно. Один выходит. Блин, это фланг вообще. Ё-моё, как же они нагло выходят. И второй пак. Еще три Симмена. Овервотч 65. Давай попадаем. Есть, минус один. Хорошо. Еще ответный огонь. Отлично попал. Это рокет или кто? Нет, это пехотинец. Хорошо. Двое слева. Один прям по курсу. Потенциально меня флангуют. Гады. Снайпер видит одну цель, но без выцеливания 52. У него точности. Блин. Че, уже попадаем под фланг. Левых надо отстреливать. Этот опаснее. Еще там один... Это вам игренки по коцей. Мне вот больше беспокоят флангующие люди. Поставили метку, но не попали. Тут палача хорошо работает. Раз. Ну хорошо работает. Я же за тебя вписываюсь-то, слышишь? Хорошо. Здесь мы должны точно кидать гренку. Но, видимо, придется кидать гренку хаешку. Укрытие не снимем, но мне, по крайней мере, нужно ранее для того, чтобы палач сработал. Выставляю снайпа. 78 от... Может быть, даже на овер оставить его. Давай попробуем в 74 попасть пехотинцам. Раз. Хорошо. Его на овер. Тебя на овер. Тебя выцеливаемся. Один сэнмен здесь плюс сектует. Один сэнмен слева. Но он не флангует уже. Мы видим его. 36%. Ответный огонь. 34. Мажем. Он стреляет 36. Мимо. Хорошо. Второй справа. Не идет. Хорошо. Держимся пока. Есть сапресс. Есть возможность пострелять. Но вероятность попадания крайне маленькая. Стреляем по нему. Ставим метку 37. Мажем. Увы. Здесь, к сожалению, только перезарядка. Здесь не можем пострелять. Я бы снес еще один кавер. Но это не последний пак. Еще будет третий. И это мы пока что контролируем. И так. 47. Да, давай лучше прицелимся здесь. Не хочется реально тратить сейчас... Последнюю хаешку на... Ну, выходит. Просто выцелись инженером. Новый пак. Сикеры. Хорошо, что не мутоны. 41%. Мажем. Но сейчас можно рокеты забубенить по летающим юнитам. Потому что попасть по ним по-другому будет сложновато. Один овер и двое летят. Ответный огонь. 40% от рокета. Но этот... Дрея его на овер поставил. Надо было выцеливаться. Но у него... Летят. Летят, летят, летят. Тут и Гренко пригодится. И ракеты надо попытаться попасть. Выстрел заблокирован. Но так не заблокирован. Две с половиной клетки от... Там еще овервотч не забудьте. Не торопись тут, Миша. Хорошо. Попадание 5-5. Соответственно, Гренко ушатает большинство из них. Причем они не взлетели. Убить их не представляет серьезной проблемы. Я думаю, что нужно начать все-таки с... Фингмана. Просто ранит. Сейчас метка и снайпер выстрелит 80. Нет, 70. 70 с небольшим. 67. Ну, хотя бы так. Да, давай. Мне все равно других целей нет. Попадает, ранит. Уже хорошо. Дальше. Тратим Гренко. Не хочу я тратить лишнего выстрела. Лучше пусть пехотинцы постреляют по Фингману. Броня поглощает. Фингмана придется... Придется снова сопрессить. Оперативник получает повышение. Второму тоже даем экспу. Пытаемся, да... Убить получает... Так, перезаряжаемся. Здесь подавляем фингмана. У него еще меньше шансов на попадание. И кто-то там стоял на овере. Сектой, два фингмана и сикер. Один сикер... Один фингмен, короче, находится здесь вместе с сиктоидом. Один сикер на овервотче стоит. И... Короче, овер. Стреляет по пулечу 2%. Попадает 2%! Игра, что же ты делаешь, да? А, я же тебе даже не даю... Серьезных шансов на попадание, а ты мне... Сучок. 2%! 64 мажем. Добей, ну. Что за хрень? Увы. Плохо. Пытаемся нарандомить 50%. Он же сейчас опять с 2% будет стрелять. А я пропустил 64, 64. Еще сейчас 30, 50, и все мимо. Все мимо. Он опять стреляет 2%. Фух. Прошло очень близко. А мне его надо как-то сейчас убивать. Ну, есть гренка на всякий случай. Ставим метку опять, десятку добавляем. Снайпером снова стреляем, 50%. Вот дерьмо. 64 снова. Продолжим. Ну, видимо, мне придется сейчас его... Давайте гренка кидаем. Ну, это жопа просто какая-то невероятность. Не сносим ему ничего. Я думаю, надо ханкерить просто этими товарищами. То есть, сапрессить ты не можешь из-за этого. Ханкер лучше. Здесь тоже ханкер. Ну, иначе попадает просто. Выходит новый сикер. Блин. Там овер опять невнятный от... От Рокетмэна. И сиктоид подходит справа. Черт, я волнуюсь. Этот отступает. Ну, слава тебе, Господи. Так. Ну, придется перезарядиться. Это меня беспокоит. Евреймвач меня беспокоит. Потому что все флангуют меня уже. Сейчас. 58. Пехотинец. Гренка мы у него не снимем. ХП. Видимо, надо коцать сиктоиды Гренка. Это единственное, что я гарантированно могу сделать. Хотя бы... Да, хорошо, сняли. Теперь уже чуть-чуть попроще. Чуть-чуть. Потому что метки нет, сопресса нет. И пытаемся попасть. А мне что-то вообще не везет на... На такие вероятности. Попали. Хорошо. Это важное попадание. Потому что два палача уже стреляют с плюс 10. И нормально. Фух. Еще один Симмэн. Еще один Симмэн там. Получается. Еще один пак где-то есть. Перезаряжаемся. Уже получили ранение. Ну, 2%, друзья. 2%. Я снова встрою. Ну, подходите. Гаранирую. Смотрю в оба. Слышу Симмэна одного внутри тарелки, который там может выскочить в любой момент. И этот выходит 50 овервотч. Естественно. Естественно. Мы мажем. Он под полуукрытием. И сейчас будет стрелять где-то 20%. Девятнадцать. Прикрываем. Давай. Что это? Как же ребята у меня терпят-то, а? По вероятностям. Понимаете? Так, еще один Симмэн. И ориентировочно еще пак. Хотя, может быть, и не будет пака. Потому что это... Потому что, ну, могли вообще уже выйти. Должны были уже выйти. Давай овервотч. Симмэн, она тут даже будет выходить. Ждем просто. НСК Гост, это понятно. Если ты... Тут такой тоже псевдорандом. То есть вероятности просчитываются заранее. В зависимости от того, как ты... Ну, то есть какая последовательность действий. То есть он не каждый раз... Каждый раз не пересчитывает вероятности. Если ты что-то меняешь после сейф-лоуда. Своей последовательности. То проценты будут выпадать уже другие. Но если ты повторяешь шаг за шагом, как было у тебя до этого. То они один в один повторяют вероятности. Уже проверены неоднократно. Слышу его. Топают, топают. Надо выводить снайпа, видимо, влево как-то. Но я боюсь это делать пока... Сейчас, подождите. Ладно. Давайте пойдем снайпом. Не, мне кажется, что... Тут как раз 10 человек. Снайпер нужно для того, чтобы простреливать вот... Вот этот вход. Более того, еще по-хорошему надо... Рокетмэна убрать в другое место. Потому что из-за этого он, например, по правой стороне стрелять не сможет уже. И, скорее всего, надо будет рашить. Ни в коем случае не подставляться под аутсайдера. Как-то дождаться Тиммэна, его убить. А потом уже идти по стеночке рашить аутсайд. Возможно. Потому что есть кем рашить. И разведчик сможет, и Рокет сможет. И два пехотинца тоже смогут. И Инж тоже. Блин, только вот непонятно, кем мне сейчас проходить. Там же... Наверное, понятно. Нужно разведчика брать. Он там на овере, скорее всего, стоит. Он стоит рядом с аутсайдером, гад. Двигается незначительно. И не хочет выходить. Просто если я сейчас буду подходить к... Блин, скана нет. Плохое место. Потому что уже угол. Какой-никакой. Готовность номер один. Лишь на готовность номер один. Укрите. Да, выходит. Ну, слава богу, дождались. 50-50. Первый промок 46%, второй 57%. Попадание. Хорошо. И сейчас надо понять, как мы будем пулить аутсайдера. Есть глухая стенка. Наверное, от нее необходимо работать. Передислоцируюсь. Да, наверное, всеми, кроме снайпера и пулеметчика, они особо помочь не могут. Да, снайп остается. Там дверь просто открыта, я бы с этой стороны подошел. Но из-за открытой двери реально не получается нормально... Ну, безопасно так подойти. У меня будет человек пять на раше. Этого должно хватить для того, чтобы аутсайдера шлепнуть. Главное, чтобы повезло с правильного места мы его спулили. Для этого нужно прислушаться, перед тем, как залетать в... Залетать в тарелку. Да, слева, да? Здесь мне нужно одним человеком справа, чтобы он с большей вероятностью сюда вышел. Если мне подходить сюда. Ну, теми, кто залетать будет внутрь. Человеком безлазнанного оружия, а именно инженером, будем, скорее всего, его... Выманивать. Перезарядиться лишним тоже не будет. Все равно. Рокки тоже подходит. То есть разведчик подходит. Аутсайдер мне уже убивал людей. Лимбингов, правда, тем не менее. Поэтому надо действовать очень аккуратно. Поехали. С Богом. Он спину мне не подставляет в этот ход. С другой стороны, он до меня и не добегает в этот ход. Поэтому я думаю, что лучше... Лучше отбежать инженером сюда, скажем. Остальными... Да пофиг встать на овер. Главное сейчас по-хитрому выйти. Может быть, даже разведчикам, чтобы не было овера. Но я... Оп. Рискую. Блин, я не знаю, где он. Клеточки, клеточки, клеточки. Я не вижу, где он может быть. Но он точно где-то рядом уже. Иду. Нет! Ребят, ну мисклик. Давайте. Мисклик. Сори. Используем сейв. Слишком высокий риск. Я повторю действие, которое было до этого. Которое ни к чему не привело. Я рискую уже очень сильно людьми. Разведчикам надо забегать. Есть, вижу. Понял. Да, это место крайне неприятное. То есть он меня уже типа флангует. По-любому. И я ему ничего сделать не могу. Разве что подранить. Но если я сюда отступаю, он добегает до угла. Назад отступить я не могу. То есть это минус инж получается, да? Да, он до сюда добегает. Какие у меня варианты? Попробовать отсюда пострелять, учитывая угол. В любом случае надо подходить одним пехотинцем минимум. Что делать с разведчиком? Надо сдавать инжа. Ухожу разведчикам. Этот не видит все равно. Не знаю, почему он не может высунуться на одну клетку от этого кавера и увидеть его там. Но, увы. Этих надо уводить с фланга, чтобы просто... Чтобы просто их не шотнули. Какая грязь. Но здесь делать нечего. Надо вот сюда убегать и ловить с фланга по выстрелу. Так и так я получу. ГГ. Приказ, да какой приказ? У меня медика нет. ГГ инжу. Он добегает до угла и убивает меня, скорее всего. 90%. Живет. Пока живет. Сапресса нет. Снайпер не видит ни хрена. Рокет не кинуть. Инженер ранен. Ну, считайте, мертв. Как же он меня унижает, а? Как же он меня унижает. Да фулкауэр, это фулкауэр. На толку. Все равно у него тут угол и вероятность будет 50+. Более того, я могу подставить людей. Только у одного нормального укрытия. Видимо, надо уходить как-то вот так в расчете на то, что он... Не, он будет... Черт, что он будет делать? Вот что он будет делать? Он подойдет как-нибудь поближе вот сюда вот. И почти фланганет, меня убьет. Чуть-чуть за углом. Ни одной клеточки не хватает. И подсапресса не хватает. Снайпер опять же не ален. Вроде растительность не густая, а угла не хватает. Пробуем перевести снайп по чуть правее. Не выходит. Еще правее. Хватает, но поздно. Рокет не кинуть. Оверы тут со штрафами. Извините. Здесь другого хода нет просто. Либо вот такое вот полуукрытие. Не, мы можем на самом деле вот сюда вот совсем уйти. Чтобы он вышел, гарантированно. Гарантированно меня убил. А он так и так выйдет. Нет, вот только такой ход. Различкам сюда. Хочу пехотинца одного хотя бы поставить так. Рокета хочу поставить сюда, потому что и овер, и рокет нужен следующим. Ясно. Начинаю наблюдение. Куда-то можно еще одного пехотинца поставить. Хотя бы так. Тут угла нет. И... Ну, время молиться. Скорее всего, инж-минус. И муха не пролетит. Он стреляет 46, убивает инженера. Паника пошла. Обзора еще нет. Из-за паники я не могу подсветить его. Подхожу. Подхожу. Сапресс. Сейчас уже контроль, но инжа мы отдали свой. Пытаемся бахнуть по нему 50%. Ну, такое промах. Потом сходу нужно кидать рокет в него. Скорее всего. Может быть, даже шреддер, но не уверен. Очень плохо. Рокет промазал. Отнял всего два хита. Полуукрытие меня не спасут никак. Должен сокращать. Паника. Надеюсь, выходим просто подальше, чтобы... Он не будет видеть нас. Я должен его видеть. Общий вид 52%. Надо хотя бы покоцать его. Не хотят коцать, блин. Не хотят. У него сейчас будет 30% стрельбы. 10% мажет. Окей. И он регенит хп. Гад. Продолжаем сапрессить. Ставим метку. Уже начинаем активнее работать. 55. Снайп 62. Да, вот так. Без штурмашеи, светошумов. Это, конечно, рандом. С этим саутсайдером. Куда он убежит? Пулеметчик получает ранение. 2% на 24 дня. Снайп племен. Прокачался плюс 6. Дали ему на волке одиночки. Здесь стрельба по вознешним целям. Плюс хит и немножко точности. Еще одно повышение. Воля к жизни. Мы выкачиваем единицу точности. Дали пехотинцам. 30 лерия. 30 сплавов. Источники. Борт-компьютеры. По деньгам все очень хорошо. 140 лерия. Я бы продавал, на самом деле, источники энергии. Сейчас, чтобы ситуативно получить бабло. Но я не знаю, куда его тратить. Я хотел лабораторию вторую сделать. Можно попробовать сделать третий спутниковый модуль. Уже сейчас заказать. Мне за экзальт как раз сейчас за миссию могут выдать. И вот после этого можно попродавать все, что есть. Иллирия сплавить. Борт-компьютеры пока еще сплавлять. Попробовать секретная операция. Сколько людей? 4 оперативника. Я уверен, что вы справитесь с этой простой задачей. Берем пулеметчика с овервотчем. Берем медика, командира с приказом. Берем снайпера. Блин, может ракетчик взять вообще? Ну, он с быстрой реакцией. Стабильная платформа. И рокеты для контроля. Или Вандорна с... А, слушайте, у меня же второго пулемета нет. Он чинится, да ведь? Мне кажется, для второго пулеметчика банально не хватает гатлинга, да. Тогда, видимо, мне просто придется взять пуличем. Всем прицелуем. Можно попробовать еще датчик движения выдать. Но выдавать некому, на самом деле. Винтовочка лазерная. Дымы. Да, наверное, ракетчик с тремя оверами. С ракетами. Выдаем ему фалангу. Выдаем ему лазерную винтовку. Пару ракет. Может быть, даже вместо этой ракеты дать ему прицел. Чтобы было 19 плюс 14, чтобы на оверах не мазал. Потому что... Там шреддерд ракет. Обычный мы оставим как раз. А надо играть на оверах. Попробуем. Многое зависит от карты. Я не на всех картах. Ой, там и ну ложка летает. Сканит мне спутник. Эээ. Вы видели? Мне даже не сказали про это. Оооо. Жуткая карта. Жуткая. Делаем... Ух ты, ебаная. Бойцы экзальт засекли нашего секретного агента, когда тот взломал вражеский транслятор и извлекал важные данные. Штурм 1. Обеспечьте агенту прикрытие... Крайне аркадная миссия. С остальных трансляторов. Он должен выжить, иначе нам никак не получить эти разведданные. Крайне. Задание изменилось. У нас агент, который не добегает с первого хода до передатчика. Я думаю, что нужно, по крайней мере, вот так ему пройти. Включаем сканер движения, смотрим. Рядом врагов нет. Поэтому я подбегаю вот так. Вижу сразу врагов. Они находятся вот здесь. Делать полхода весьма рискованно. Хотя я бы подошел, хотя бы немножечко. Но мне немножечко не поможет. Визар 777 спасибо, говорит, за ГГ. Это то, что будет работать даже когда, когда сегодня не будет. Я ведь с ним виноват. Спасибо большое. Нет, ну ты преувеличиваешь, конечно. Но благодарю тебя. Ситуация у нас крайне непростая. Потому что... Потому что, потому что... Я не знаю, есть ли кто рядом для начала. Надо кого-то ставить сюда. Это либо пулич, либо рокет. Скорее всего даже рокет, потому что... Он в отличие может пострелять и поконтролить. И у него рейндж меньше на овервоч. А пулич лучше ставить куда-то сюда. Жуть! Снайпера как волка пока уводим сюда. Но вот эта вот конструкция будет ему довольно серьезно мешать. Работать. Медик, два дыма, один приказ. О, черт. Короче, у меня задача. Оперативникам, у которого нет ни хп, ни оружия. Через всю карту пробраться к одному передатчику. Потом пробраться ко второму передатчику. Причем между ними как минимум двойной ход. То есть я не смогу вырубать экзальтов по одному. То есть, наверное, все-таки эту миссию надо пытаться проходить через уничтожение врагов. Коих тут дюжина, а у меня всего четверо оперативников. Жуть. Просто жуть. Овер. Ханкер. Овер. Слышим вот этот вот ближний пак. Еще рядом второй. Тут багованный пак. А он тут не всегда. Я разок здесь был, не было никакого баговного пака. Ну, респался прямо в центре на карте. Так, я выставляю пулечем. Что делать дальше? Хорошим, конечно, снайпера надо тоже подвести чуть-чуть поближе хотя бы. Чтобы у него был угол по работе. Потому что основная масса людей будет здесь и здесь. Я пошел. Я понимаю, что я там не в укрытии совсем. Я на месте. Ясно. Буду на чеку. Буду держаться тут. Спешу. Ясно. Буду на чеку. Это что за звук? Видимо, нужно подходить медикам. Желательно вот в центр не идти. Сначала отрезать тех людей, которые с правом. Ясно. Держу сектор. Буду держаться тут. Я не имею в виду внимания. Здесь пара укрытий есть. Я помню, как я тут стоял, терпел от экзальта. Да, спулили. Сразу два пака. Ё-моё. Ё-моё. Никто ничего. Тут, видимо, выцеливаться нужно. Чтоб потом рокет кинуть нормальным. Или пока овер. Пока, видимо, овер. Овер. Назад. Пока прицеливай на него. Пока овер. Хантер, время молиться, друзья. Они подходят. Как? Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Как? Спалили моего агента. Ну все, начинается аркада, короче. Пулем все. Давай в половину хода сначала. Раз, два, три, четыре. Два. Еще пак. Да, да, да. Меня сейчас ушатают просто. Для получения данных нужно его включить. Отлично. Мы получили ценные данные. Капец, отлично. Все, ГГМ. Скорее всего, ГГМ. Теперь надо найти остальные трансляторы. Штроки там вжухнуть по этим. Да сейчас гренки просто мне в спину полетят. Гренка раз. Гренка два. До свидания, Михаил. Выстрел заблокирован. Минус. Минус оперативник. Минус стартовая миссия экзальта. Пуля очень ни черта не может. Ясно. Буду на чеку. Выполняю. Держи. Да, это ГГ. Да, ГГ. Нашла гренка. Он паниковать сразу стоит. Минус пистолет еще. И вторая гренка. Самая отстойная карта из возможных. То есть ты уже с датчиком движения, ты знаешь, где пакет, и все равно сделать еще не можешь. Принято. Бойцы без опыта. Никаких денег. Минус штурмовик. Валим. Рисковать оперативниками я не буду. Центр. Не надо было оперативникам на старте еще никуда ходить. Ну и если бы я никуда не ходил, я бы не добежал даже до этого. Глазерный пистолет. Так, там и на ложку у нас летает. Маленький сканет. Мне нужно его сбивать как можно быстрее. А то он уже не первый час, блин, сканет. Без сейвов сложно в таких миссиях играть, конечно. Атакую. Попадание есть. Попадание есть. Попадание есть. Это файтер. Отправлять ли следующий или не отправлять? Три дня. Да, отправлять. Переводим перехватчик сюда. Отсюда. Так. И пытаемся сбить. Экзотус, добрый вечер. Первая же миссия экзальтом за Фейлином. Веду противника. Готовлюсь к удару. Избилим. Черт, еще одна. Еще одна миссия. У меня уже большое количество... Блин, и крысы скоро. Как скоро? Не очень скоро. Ладно, давай. Все-таки берем основу... Е-мое, серьезно? Медика до сих пор нет. Давайте, может, штурмовика прокачаем. Глядишь, хит накинут. Откуда непоглебимость, не могу понять. А, у него этот амулетик, да, инопланетный трофей. Пулечка чайный. Я понимаю, что он без... Без пушки, но... Можешь поделать. Визард подержал, говорит, я, конечно, могу привлечить, но Джобс, наверное... Не-не-не-не-не, ты привлечиваешь точно. Я весьма завурядный. Люди хорошие окружают. Так, лазер гатлинга Пехотинцы Вытанковываем Берем датчик движения Берем защиту из сплавов Ладно, у меня есть страховочка Мне больше обидно Мне же нужно сейчас прямо сканить экзальт Вот это я неправильно сделал еще Мне нужно прямо сейчас Сканит, насколько я понимаю, снова экзальт Правильно? Иначе, как бы, можно на активность нарваться О, слон, привет Аккуратнее плись, я немножко посмотрю Да-да-да, слон, спасибо тебе Все, я соберусь сейчас Как соберусь? Ух, соберусь Второй датчик, керамика У меня медиков нет Мне в любом случае нужна пара страховочных аптек Учитывая Умение врагов Попадать В непопадуемые Свободных мест нет, да? Мы все-таки выдадим тогда вместо датчика Прицел Потому что достаточно точный Плюс лазерное оружие У меня есть в любом случае штурмаж Две страховочные аптеки Снайпер, пулеметчик, пехотинец, разведчик, ракетчик Поехали Большое количество миссий На самом деле мне очень повезло, что большое количество миссий Что мы сбили три, ой, две средние неложки Что две маленькие сели Хватает кораблей впритык Ё-моё Рез потратительный Просто потратительный Да, тут есть пара полных укрытий, но А, это был файтер Сбитый файтер Пара паков Ну, короче, человек восемь у нас тут Ага, это датчик движения так и не взял Красавчик, Миш Прям Прям ты меня радуешь Да, командир Не шагу вперед, в общем Пока разделяем Принято Ставим пуличи и ставим рокета на позицию Слушаюсь Выцеливаемся, прислушиваемся Вас понял Шаг влево, шаг вправо, это уже Иду Это уже рандом Даже так поставлю Ясно, начинаю Держу сектор Прервать задание, конечно Литун им Неприятно Мне бы, конечно, вот сюда вот забраться Но Нужно понять, где находится первый пак Я имею внимание Держу сектор Я вас Соматирую Понятно Немного это мне инфы дало Он, на самом деле То есть я понимал, что мне туда надо идти Хотится то, что да Прокет особо не работает Готовность номер один Начинаю наблюдение Снайп тоже не в позиции Надо сейчас бачком Желательно летунов даже обойти Ну, маловероятно Я пока что Пока что не хочу сгладить Конечно Ну, надо Рокет сюда отводить Потому что он из-за Этого возвышения Не сможет работать Не сможет Рокет кинуть В сложной ситуации Ну, влево имеется в виду Может быть, имел смысл Сейчас даже прорашить влево Раз мне направление указали То, типа, слева никого нет И чем дольше я жду Тем больше вероятность Того, что пройдут Поехали Давайте сейчас попробуем рашануть Лечу туда Ах, ты молодец Какое Выдвигаюсь Какой классный мисклик, блин Бегом Пуличи толку на этой позиции Вообще никакой нет Давай так Блин, как же мне не нравится этот старт Как же он мне не нравится Потому что сейчас если выскочит Не дай бог У меня ни оверов Ни позиции Нет, хорошо Бог миловал пока что Так, давай тогда Без фанатизма Угол раз Угол два Остальные Ну, пулич здесь хорошо может Покуковать Рокет тоже пока С этой позиции более-менее работает Остальные прорываются Да, слон же начал стримить Иксчом С теми же галками С тем же Ну, короче Тот же уровень сложности Это, конечно Большая радость Для любителей Иксчома Потому что слон Он ветеран Слышали что-нибудь Так, ну пробуем Они могут быть наверху Но как бы А что делать У меня снайпер-разведчик Я хочу Потому что отсюда Просматривается Вся поляна вниз За редкими исключениями Но как бы Просматривается Вся поляна Поэтому я бы Очень хотел Иметь возможность Сражаться сверху Плюс если мы справимся С летунами Надеюсь Должна быть формулировка Когда мы справимся С летунами То нам вообще Никто не будет мешать Спокойно двигаться В сторону В сторону Ложки Сейчас по крыше По крыше Есть полное укрытие Может быть Кого-то Передислоцировать туда Чтобы меньше Шансов на фланг Было Но большинство Должно Так, а давай-ка Давай-ка еще Один ходик Я думаю, что штурмашом Надо двигаться вперед Да-да-да И учитывая летунов Надо передислоцироваться Надо-надо-надо-надо-надо-надо Говорю, надо Разведчик назад Рокки чуть ближе Пулич чуть дальше Из-за тяжелого пулемета Второй Пулич Ну фиг знает Пока не надо подходить Так можешь встать Встань-ка, Пулич Сюда Снайп, конечно, тоже не алло Пехотинец танкует Снайп Продолжают выводить Из себя Эти вот Скрипы летунов Или как Голоса Ну мы заняли позицию Мне кажется, что весьма неплохое Ну это всяко лучше, чем на старте Когда половина людей Не работает Половина в полуукрытиях Особенно против летунов Которые, в общем-то Выполняю Я не знаю, как мне отступать То есть подходить ближе Остальными смысла особо нет Потому что там нет полных укрытий Здесь, по крайней мере, четверо Настоят за каверами А как мне дальше отходить Штурмовиком Сказать сложным Главное Рокетом и снайпом прицелиться Чтобы Проще всего, конечно Летающей цели сбивать Сейчас, видимо, вот с этого угла Начнем Триггерить их С Богом, друзья Ааа Ни хрена не видит Просто ни хрена Что ж ты такого, а? Труси-пой Ты слишком много телеков смотришь Или новостей Не знаю, где уж ты Берешь Спускаемся Пулем Раз-два Ой Такая подготовка Ради двух летунов Казалось бы, да? Но нет Нет Уже иду Увы Штурмовик Сам по себе По нему будут стрелять Подлетает один Сопресс А второй Стрелять будет Сорок процентов Тридцать Ну конечно Конечно получится у него Конечно же Сопресса нет Снайпер Только Восемьдесят Девять Попытка Увидеть Товарища Который Сопрессит Не увенчалась Успехом Надежда только на Снайпер На его крит Крит сработал Хорошо Тогда Штурмовик Пытается Убежать Все остальные Оверят Надеются и верят Что летун Хорошо Пока лечусь Минус сто Да ладно Давай объективно Говорит Визор Говорит система Которая работает Будет работать Вне зависимости Не Не правда Это Она конечно Достаточно автономна То есть я тут уже В этой системе Особо не нужен Но Блин Летун Что-то меня Он же не мог запаниковать Не он просто Просто по хитрому Облетает меня Возможно фланг Возможно минус разведчик Еще я так разведчик То поставил Ой дурак Еще один овер От рокета Ну вот такое Если сейчас его никто Не ранит То это фланг И разведчик С вероятностью 70% Минус Ну ребят Ну попадаем Ну хоть кто-нибудь 2% попадали Сегодня враги Ну Есть Хорош Так Снайпер На удивление В овере И еще 70% Тра Та-та-та-та-та-та-та Мимо Как так-то Это вроде рывок Он не может стрелять Нет он стреляет Есть 30% не попал Из-за того Что попали по нему Исключительно Я тут выжил Исключительно 2 летуна Уже Одно ранение Класс Хорошо Идем Подходим дальше Больше паки Нигде не звучали Поэтому можно Более-менее Свободно Подходить Бегу Перезарядилась Походи Я рады Буду Перезаряжаемся Штурмовиком Пойду Еще А Это просто Погорело Что-то Я уж думал Там кто-то Окно Выбивает Рядышком Не-не-не Не надо Так Так Пока Я хочу просто От снайпера Отойти Немножко Чтобы Бонус Работал Одинокий Волк Все-таки Десятка крита О Все Понятно Где находится Следующий Штурмовик Идет Вперед Да ладно Я себя Пока Встрою Да Но Я Все еще Помню Как Зафейлил Зафейлил Экзальт Плохо Что Вот эти Колонны Мешают И они Как бы За ними Находятся То есть По идее Мне нужно Вообще Левее Сдвинуться Но Я не буду На это Время Тратить Я просто С пулю Пак Абы Как Или нет Там человек 5-6 Может быть Не надо Влево Передислоцироваться Друзья Что там Дырень Такая Что Пока Что Можно Оставить Никогда Не угадаешь Как они Там Будут Разбегаться И наличие Какого Никакого Угла А Вот даже Так Ничего Си Вылетает Вот уже Видит Смотрите Какой Пул Пака Отличный Он просто Что Там Кто Надо Три Летана Они Обходят По флангам Снайперу Вопрос Ой К Пуличу Вопросов Вообще Никаких Нет Он Делает Все Как Надо Убивает Одного У Снайпера Ага Критулечку Пожалуйста По первому Ба Остается Один раненый Которого Сопросить Может Кажется Пулич Да Но Нет Успел 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 Нажать На кнопку Фух Прям Ладно Отступаем Да Конечно Можно Ран Иган И спулить Можно Этого А чего Штурм Идет Вперед Гайнер Хочется Сопросить Может Они С тяжелыми Пулеметами И Штурм Уже Ранен Мне Его Не Жалко Он Разменный Вообще Опа Добрый день Меточка Поставлен Так Ну Опять Я не хочу Штурмовать Тарелку Но видимо Придется Может Не надо Миш Может Реально Не надо Сможешь Выманить Как-то Его Вроде Есть Дробовик Вроде Вперед Беги Убивай Спокойно Не знаю Кажется 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 Я думаю Что Имеет Смысл Все-таки Сыграть От Сапресса Надо Только Развести Пулеметчиков Для того Чтобы Углы Были Разные Может Даже Одного Направо Увести На случай Если Он Справа Будет Обходить Этого Лучше Сюда Перезарядка Рокета Аутсайдеры Они такие Подлые Конечно Если У тебя Дистанционная Такая Бригада Кстати Пулем Скорее А по Звуку Пулили То есть Он Вот Здесь Где-то Мне кажется Нужно Жаться Направо К стенке Когда тебе Будет 60 Плюс Это случится Вне зависимости От твоего желания Будет добр Вспомни Хорошо Визард С богом Эй Блин Да Ты издеваешься Что Он хочет Чтобы я В тарелку Внутрь Зашел А я Не хочу Я Вообще Не хочу Ладно Да Тихо 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 Там Полукрытие Я думал Сейчас Увижу Что Там За звук За стенку Я успеваю Уйти Если Что Блин Ребята Это подстава Какая-то Кажется Попахивает За манухой Четыре клетки Раз Два Три Четыре Раз Два Три Ладно Успеваем ГГМ Да Я все равно Не успеваю За стенку Полностью Бежать Это 40% Добрый день Прощаемся Штурмовиком Снайп Не алло Удачи Штурмашин Не надо Нет Нет Мимо Ее Изявая Так А можешь Снайпер Увидеть Его нет Нет Не может Увидеть Я думаю Я поханкерю Чтобы Тупо Подсвечивать Хочу просто Снайпа Вывести Так Чтобы он Видел Он отсюда Точно Будет Видеть Может Быть Даже Мне Здесь Слишком Далеко Ханкер Блин Все Один Процент Трайт Нифига Себе Досижусь Окажись Ну У меня Снайп Опять же Есть Но Он Ж Без Крита И Стало Быть 74 Хотя Может 74 50 А Вдруг О Ранган Добежим Конечно Нет Что делать Ну Жди Второго Выстрела Снайпера Может Подойти Немножко Подойдешь Опять Он раненый Может реально Подойти На следующий ход Добежать Сколько клеток Не хватает Раз Два Три Четыре Блин Там еще Непонятно Пройду или нет Раз Три Четыре Да нет Добегу Добегу Давайте попробуем Штурмовик Ханкер Удачи 1% И Воу Воу Полегче Ну что Как ты Добегаешь Друг Добегает Четыре хита Снимет Вот не факт Сейчас Видимо И проверим 74 Бахаем Снайпом А Изи Все А надо было Сначала Проверить Ладно Разбили Это был Файтер Это был Не разведчик Товарищ Пытался сбить спутник Но сбили его Возвращаемся Два Звания И ранения Воля к жизни У меня другие танкуют Я не знаю Может быть даже На дамаг То есть плюс Либо агрессия На мастера ближнего боя Да Наверное агрессия Вандорн 80 Точность Две единицы меткости Ему дают В который раз уже Борткомпьютеры Ну что Будем сейчас Пытаться Сделать Сделать Спутниковый Модуль И Закупить Еще пару Спутников Как вы думаете То есть денег У меня мало Но в принципе Инжей Хватает Лабу я Все равно Сделать не могу Пушки я В любом случае Сделать не могу У меня есть Бонус по трупам Которые я давно Не продавал И их Не запрашивают То есть я на Одних трупах Получаю 150 Есть 150 Лерия Источники энергии Которые в данный момент Особо не нужны На будущее Исследование То есть мы с вами Довольно спокойно Получаем там 400-500 бабла Сканить экзальт Точно надо Сканить экзальт Да я сделаю Спутниковый модуль Секретная операция Сканируем Поехали Так в Британию Отправляем Кого? У тебя есть вообще Кого отправлять? Ооо Пошел сканить Дурак От двух до пяти дней Кажется держится Штурмовик придет Через один день Вроде мы успеваем Построим сооружение Спутниковый модуль Закупаем минимум Один спутник А когда-то Мастерская будет готова Два дня Лучше подождать Там как раз Спутники делаются На несколько дней Чуть дольше Кто возвращается в строй Но это не наш человек А это кто? Тоже не наш человек? Это тоже не наш Давай как его зовут? Что ты сейчас Каждого будешь встречать? Спецштурм Там же написано все Теплоизлучатель Ок Высокосредний рейдер Нет возможности Мне его сбить Запрос еще пролетел Сплавы на ученых Да Слушайте У меня одного ученого Не хватает для лабы Да Рада что вы не забываете Научный отдел Шеф Я уже отправила Новичку в лабораторию Два пять дней Двенадцать часов Перезарядка Переводим сюда А нет Не надо Это перевод Двенадцать часов А там все равно нет Компы не продавать Да я понимаю Что они нужны Очень сильно для литейки Но если их сейчас Не продавать То гг То есть не гг А значительно сложнее Будет сейчас Значительно сложнее У меня даже литейки нет То есть я должен Третий ярус копать По Этому Этой тактике Чтобы литейку сделать В стаге с мастерской Ворон один Семнадцать часов Шестнадцать часов Два вернутся Штурмаша По прежнему нет Скоро кит Мастерская готова Благодаря стеку С ремонтным ангаром Мы экономим Уже Двадцать девять баксов На спутнике Один спутник у меня есть Но я его специально До конца месяца Держу Перепродавал Перепродавал Заказываем еще два спутника Убеждаемся в том Что раз Штурмовик все еще не пришел Четыре часа Ему нужно Ячейка ушла в подполье Капец Не успел Мы получили сразу Несколько вызовов Места Минус Сто баксов Зря я так рано Просканил экзальт Послушался Опять же Крики в чате Импульсивных товарищей Надо было оценить ситуацию Понять что мне Некого пока отправлять И все Средняя сложность С одной стороны То есть Ой Пуличи хочется Двухсот Докачать Ну Учитывая то что Да не успеют прийти люди Можно сюда отправлять В качестве основы Так это Бразилия Стоп То есть там Одна только ячейка ушла Да Да Только одна ячейка Шансы еще есть Один час Мне нужен еще Третий разведчик На прокачку Либо мы его берем Нет Есть один лейминг На разведку Возьмем его Городской жиломассив Несколько сооружений В большой зоне Да По уровням Хочется взять Сейлор Мун Пулеметчик Потому что После этой миссии Он уже будет готов Ко всему То есть Будет левелап Он получит точно Там 120 или 150 За эту миссию Парочка убьет Уже будет левелап И он Будет стрелять Вставать на овер Стрелять Вставать на овер Овер без штрафа С хорошим уроном С еще более хорошим уроном Критом Потом часовой Наверное я возьму Все таки Сейлор Мун Пулеметчик Да успеют У меня люди Прийти К Один день Да тут Вернется еще Два состава Давай Поэтому Основной Берем Одного Разведчика Качаем И наверное Одного Пулича Качаем Раз они Дублирующие У нас Все таки Лемминга Возьмем Тут есть еще Один медик У нас Под прокачку Пятый Да давайте его Сложность не такая высокая Поэтому на подобного рода миссии Лучше Лучше Стараться Выкачивать Ну басов Воля к жизни Метки глаз Винтовочки Еще Доделаются Скоро Наверное Не стоит Датчик движения Делать Потому что Опять же У нас есть Пара леммингов Которые готовы Лучше Взять прицел С меткостью 77 Учитывая Двойной выстрел И работу По вознешним Целям Даже Защиту Исплава Делать Не буду Возможно Стоит Взять Даже Увеличенный Магазин Пока что Для более Эффективной Работы Потому что Халявной Перезарядки Пока нет Рокет У нас Быстрые Реакции Винтовка Фаланга Давайте Осколочную Ракету Я в прошлый раз Заменил обычную Ракету Надо было Заменять Осколочную Тоже Прицел Медик У нас Молодец Фалангу Выдаем Карабин Выдаем И остается Как раз Два Лемминга То есть Первый Это Он берет Допустим Фалангу Датчик Движения И Защиту Исплавов Чтобы Танковать Ити Вперед 4 Плюс 5 А второй Берет Какой-нибудь Саппорт Вариант Типа Дополнительного Дыма Обычно Гренку Даже Трогать Не хочется Потому что Есть Рокет Да Надо На Экзальт Отправить Согласен Лучше Сейчас Прокрутить Час Потому что Я лететь Буду Дольше Может Выйти Странно Дым У нас Есть Но Дым Страховочный Очень Хорошо Заходит Для Керамической Защиты Забей Но Не Выживешь Ты Не Выживешь Какая Чёрта Разница Фугаска Командиров Купить Кстати Надо Проверить Может Быть По По Назначению Ну Я вроде Медиков Не Да Этих Нельзя Там Только Разве Что Лейтенанта Можно Выдать Медику Это На Задании Нет Один Там Раненый Крутим Один Час И Пытаемся Отправить Экзальтов На Секретную Операцию Штурмовика Штурмовик У него К сожалению Лазерный Пистолет Мы Всё Я ему Беру Теплоизлучатель Потому что Там Два Заряда Манёвренно Снижается Но зато Он Уроном Своим Может Одного Человека Убить Ран И Ган 15 Плюс 3 Отличный Агент Не Зафейлить Бэн Итак Контрольная Проверка Два Лейминга Разведчик Плюс Пятый Медик Лазерное Оружие Фаланги Раздали Ключевым Полетели Мэш Играет В артефакт Прикольно Интересно На стриме Час Или нет Командиров Купить Не можешь А Нет Смысл Покупать Следующее Звание Если Ещё Эти Не раздали А потом Играет В Плеер Анон Баттлграунд Мэш Так Кафешка Довольно Ну с одной Сторон Такая Полуоткрытая Карта Два Строения Таких Достаточно Крупных Есть Крыши И я начинаю На мой взгляд С неплохого места Потому что тут По крайней мере Есть кавер-кавер И есть возможность уйти Две ракеты Давайте посмотрим Что у нас по врагам Сразу же Видим первый пак Который находится В Внутри Этого здания Я бы проверил Что у нас Справа Ну на предмет Да Видишь Следующий пак Три пака Всё Сейчас давайте Посмотрим Как они стоят То есть один Вот здесь Два других В первом здании Учитывая Средний уровень Сложности Это всё Что есть Я бы даже Попробовал Рашануть В противоположную Часть карты Потому что В данный момент Есть весьма Серьёзная Вероятность Спулить Всё Просто спулить Всё То есть Один Второй А нет Я не пробегу Сюда Третий Находится Вот здесь Уже не получится Ладно Давай Рокет Сюда Улич Сюда Ну бас Сюда Пехотинец Сюда Надо зелёную машину Облюбовать Снайпера Естественно Вывести Так Поехали Поехали Укрепляюсь И муха не пролетит С Богом Сейчас бы до зелёной машины дойти Сейчас Включим Улечим 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 Овер Этим Нельзя Влево Уходить Потому что С пули Два Пака Короче Надо как-то С этим Паком Сражаться Я не знаю Как Всё равно Чуть поближе К этой машине Подхожу Сейчас Они должны Выйти Если Динамика Продолжится Блин Жёстко И вот здесь Мутоны Слева Да Выходит Первый Пак Сектойда По шагам Сектойды Ушли Влево Поехали Ну всё Размещаемся Рядом С этой Машинкой Может даже Вот так Но это Рискованно Да Да Это рискованно Ты их уже Сейчас можешь Увидеть Тогда вдоль Жопа какая Время молиться Если они будут Двигаться В сторону Вот этого Магаза Короче Ждём Ждём Когда Выйдет Первый Пак Вот этот Вот этот Вот Или Мутоны Двигаются Тоже Как же плохо Чё делать Чё делать Я боюсь Я боюсь просто На край Потому что Я могу Спулить И это Начнётся Беспорядочная Стрельба Плюс Пока Если я бы Спулил Например Этими Товарищами Если Это Нормальный Овер Минус Один Снайп Стрелял И мы Тут С фланга Не Надо Два Три Хода Подождать Попытаться Сделать Так Чтобы Они Вышли Вышли На этот Пак Они Не Уходят Но Судя По Звукам Там Сектоиды Не Хочет Ладно С Богом Друзья Поехали Приехали Так А это Многое Меняет Потому что В теории Я могу Сейчас Нет Нельзя Так Делать Короче Ждим Какой Дурак Может Быть Все Так Право Уйти Пока Не Поздно От Тех Двух Паков Да Давайте Попробуем Понеслась Снайпа Конечно Можно оставить Но ему Будет мешать Немножечком Так Не Идем Дальше Чем Чем Была Сделана Разведка Уходим Потенциально От Мутонов Не Снайпера Тоже Надо Выводить Там Угол Пустой На Снайпа Не Дай Бог Кто-то Вылетит Выйдет Как-нибудь Потом Я Ничего Не Смогу Сделать Через Овер Пытаемся Перегруппироваться Да Рада Я понимаю Они Могут Выйти В любой Момент Мне Нужно До Угла И тут Как раз Кавер И самое Главное Что Я не Буду Потенциально Находиться Между Тремя Паками Вот В чем В чем Смысл Этого Прохода Потому Что Скан Нам Показал Что Что Я Почти Равно Удален От Всех Других Паков Нельзя Эту клетку Вверх Ити Даже Одна клетка Может Мне Стоить Пула Под Конец Сходом Выцеливаюсь Рокетом Рокет Страховка Да Выходят Сектоиды Дроид Отлично Слабенький Пак Два Овервотча Двадцать Двадцать Пятьдесят Двадцать Одно попадание Короче По Дроиду Нормально Не самый Жесткий Пак Может быть Даже Ушатать Их Сходом Но Если Я сделаю Рокет То могу Просто Семьдесят Пятьдесят Да Не Зачем 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 Ну Че ты Че ты Лезешь Скажи Мне Просто Разбредайся По Укрытиям Проводи В угол Ставь Ракетчика На угол Пулеметчика Вот сюда Снайперов Далеко 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 Ко 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 Все Аккуратненько Здесь Ханкер Здесь Фулкавер Здесь Фулкавер Восемьдесят Сорок Восемьдесят Убиваем Дроида Потому что Он может Фланговать Здесь Можем Пострелять По сектоиду Но я бы Выцелился Лучшим Потому что Перезарядка Перезаряжаемся Перезаряжайся Это сектоиды Ничего страшного Нет Подождем Ход Ну Попадет Но ничего Страшного Боеготовность Стреляет По рокету Двадцать Четыре Процента Попал Но даже В этом Случа Ничего Страшного Не случилось Легкое Ранение Шестьдесят Шесть Сорок Шесть Меток Нет Снайпер Видит Пятьдесят Шесть Снайпера Шансов Ну то есть Других целей Нет Поэтому он Травит Попадает Сопресс По двум Целям Палачом Пытаемся Добить Потому что Семьдесят Шесть Бонус У нас Есть Раз Есть еще Один Начинаем Полномерно По нему Долбить Хорошо Ты продолжай Выцеливаться Потому что Может выйти Пак Здесь мы Его В открытку Лечим Представляете Какая Большая Разница Вот Сейчас Я бы Если остался Здесь Спылил бы Этот маленький Пак И на меня Еще шесть Человек Выбегает Из этого Из Не надо Правильно Сделал Что Уже Просто Было Такое То есть Ты делаешь Вроде Как Правильный Шаг Но Все равно Попадаешь Под Под Удар Надо Терпеливо Подождать Осмыслить Все Рокеты Готовить Слышу Да Надо Вот сюда Подходить Так Спулили Двух Сикеров Ребят Вы считаете Ну Понятно Что Это Еще один Халявный На самом деле Пак Давай Стреляем Халявный Потому что Паков Четыре Получается И Два Из них Мы знаем Где Находятся Добрый Я в курсе Переключаемся На пистолет Ждем Следующего Сикера Он летит К снайпу Ему понадобится Два Три Хода Чтобы Долететь Все В пределах Ну Все Видят Снайпа У него Кстати Нет Бонуса По Одинокому Волку Но Если Кстати Мы А Нет Он Пуличи Пытается Он Пуличи Бьет И Снайпер С пистолетом Нифига Начинает Жрать Вы что С ума Сошли Не надо Так Не надо Снимаем С пулеметчиком А пулич Главный Овервотчер Как бы Он должен был Тут Ушатывать Дадим ему Шанс Молодец Два Пака Мутоны Точно были Но они Вроде Как Статичны Поэтому Давай Нет Медик Назад Леммингов Подводим Тут Машина Дает Только Два Нормальных Укрытия Возможно Пуличи Надо Подвести Вот Так Или Кого То Из Короче Не торопимся Передряжаемся Прицеливаемся Да Слышим Мы Тонах Понятность Скана Нет Желательно Добежать До Вот Этой Зеленой Машины Или До Того Плотного Укрытия Снайпу К сожалению Мешает Эта Желтая Машина Для Нормальной Работы Я бы Его Конечно Увел Сильно Далеко Чтобы Чтобы Он С угла Стрелял Но Видимо Придется Медика Подводить Просто Для того Чтобы Ставим Сюда Встал И Хоть Как-то Первое Время Работал Аккуратно Подходим Я Пошел Хорошо Слышим Бутонов Заткнись Слушай Ну Давай Посмотрим Да Два Льта Нам Утон Кайф 81 Пуличем То ли Сапресс То ли Не Сапресс 26 26 Я думаю Что не стоит Рисковать Я бы Снял Сразу Кавер У Мутона А зачем Мне рисковать Раненый Мутон Представляет Гораздо Меньше Угрозы Снимаем Его Нет Подожди Мы же Его можем Пуличем Снять Уже Не можем Ой Люблю Люблю Эти Каверные Войны Фишки Вот эти Вот Непонятные Абсолютно Надо было Бить с критом Чтобы не тратиться Потом выстрел Сейчас придется Опять Траить Нубасами А литун То пехотинца Обходит Я бы Вот окинул Горенку На всякий случай Нубасов Наверху Не жалко Но если Литуна Вдруг Сейчас Попрет Конечно Овер Тут За полуукрытие Не хочется Лучше Так встать А здесь Увы Нам нужно Овер Вочесть Даже без Нормального Бонуса По Мутон Побежал Боеготовность Этот полетел Овервотч От пехотинца Попадание Уже В плюс Еще Пулеметчик Начинает работать Он не промахивается Практически Уже никогда Фланг Да Фланг Это плохо Вот это вот Если б не дым То было бы Совсем печально 71-61 Ну конечно же Тут Хорошему нужно Литуна этого ранить Пытаться Ранение Прошло Надо Мелким Давать Экспун Поэтому Давайте Разведчика Подкачаем Кидаем Гренку Плюс у нас Будет Свобода В плане Перемещений Ой Да конечно Конечно же Ладно Давай так 62 61 Здесь А давай Пулича У нас там Левел есть Как раз Пулича Не хватает Одного Убийства Для Все А теперь Получила повышение Отлично Остался последний пак Он выходит Прямо сейчас Это пак Трех Сикеров У нас есть Ракета Поэтому Ничего страшного Нет Снайп Может пострелять Пулича Не может пострелять Лемминги Не очень Готовы Я наверное Отведу Одного Оставлю Под ханкер Здесь Выцелюсь Под следующий Этот Здесь Можно стрелять На 70% Нормально Бай Пулич на овер Пехотинцы на овер Все на овер Все молодцы Здесь тоже Ханкер Б Не хочу Не хочу Пусть они подтягиваются Пусть они Летят Пусть даже Уходят в инвиз Пофиг Так Кто кого видит Вроде кто-то мелькнул Блин Поехали Да Все в инвиз ушли Класс Опять пулеметчика Насиловать буду Да Сканов нет Ооо Ладно С богом Сейчас будет Жрать Принято Ой-ой-ой Опасно Ну они любят На овере Стоять В инвизе Блин С собаки Так и произошло Я думаю Что я их увижу Когда Первый раз Проходил По Вот они Любят такие Тоже вещи делать Я не прав Был И сейчас не прав Тема В том что Не стал Дым кидать На полукаверных Опять Пулеметчика Идут жрать Легкое ранение Но его Естественно Поглотят Поглотят 91 стреляем Раз Пулеметчику Дадим шанс Потому что Он все равно В этот ход Ничего сделать Не сможет Бэй Уайт Подвисли Да Молодец Давай сейчас Еще игру Перезапускать Из-за тебя Не нормально Нормально Ожили Все хорошо Чувствую Сейчас сверху Пролетит 40% По полуукрытию Вроде нет Последний Этот сикер В инвизе Наверное Тоже лезет К Пулеметчику Кто только Его не ел Да Господи Все Жрут и жрут И главное Никто по нему Не атакует Никто не помогает Он уже Третий раз Ему на голову Приземляется Супостат Ладно Справились Средняя Средняя сложность Хорошо ушли Стартово от Двух Или даже Трех паков Хотя Учитывая количество Могли с ракетами Разрулить Но Зачем рисковать Целый рмун Здесь дымы Здесь у нас Готов ко всему Меткости Семь А Дали Два меткости На готов ко всему И еще Пять И хит Еще дали Топовый пулеметчик Конечно Потом стабильность платформы 10% добавится Плюс 10 крита И двойной овервотч Он будет делать Три выстрела за ход С повышенным уроном Без промахов По целям Кроме молниеносных рефлексов И это будет конечно Отличный пулеметчик 90 баксов Сто Семнадцать Что делать На секретную операцию Мы бойцов отправили Скоро у нас Будет не только Секретная операция Но и Кит Скриптовый кит Корабли Через 6 часов Два вернутся Один перевооружится Ёйка да привет Пока нас не сильно Передовые лазерные Делаются Марксманская Снайперская И пушкина корабли Мне в общем то кажется Что надо еще корабль брать Потому что Проще не будет Пока я не могу Сделать литейку Потом пойдут Элени Да я уже встречал Олени с рефлексами Мне кажется Надо строить Для начала Лифт Уже сейчас И для следующего Генератора Потому что Запаса мало Хотя может быть И лабораторию Мы же лаба Умещается В 4 энергии На 100 баксов Опять вот этот Стоп фактор Лифт 9-8 дней Он строится Не сделаешь Потом будешь Тупить с генератором А что мне еще нужно сделать Рядом с мастерской Выкопать бы Жалко что там пар Но там литейку В любом случае Нужно ставить И это нужно делать После дредноута То есть К концу следующего месяца К концу следующего месяца Она должна быть готова Феникс перегони Не 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 Он Он А да 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 Ты прав Феникс переводим Ты прав Ты прав Ты прав Сори Может быть И хватит То есть У нас Сейчас Один Перехватчик Может до конца Месяца И доживем Просто в течении 4 дней 6 перехватчиков У нас будет Доступно Это хорошо Меня больше Беспокоят Экзальтовские Миссии И скриптовые И скриптовые Эти крысы Запуск спутника Один спутник У нас пойдет Либо в Австралию Либо в Индию Я специально не запускаю До конца месяца Но Ну потому что террор Может прилететь И мне спутник Может пригодиться Но я не уверен Генератора Только в перспективе Для литейки Да Но пока нет Ворон к бою готов 2 игла И этот Лавина Феникс Феникс Еще один Ворон к бою готов Средний Ооо Я не уверен Что я его собью Хотя хотелось бы Конечно сбить Точно надо Покупать еще один Перехватчик Уже Уверен Что не хватает Мне А Лаба 19 Тучонок Да ладно Самолетик Прости Но Я хочу Я хочу Вторую лабу Так Ну с богом Да Очень активно Конечно На ложке Работать Несмотря на то Что посылали Садились Я убивал И сбивал уже Две средние ложки На этом Хорошо Пока Нет Сглазил Неплохо Три или четыре Раза попали Конечно Воланшевскую Посылать Не очень хочется Но давайте С иглой Потому что У среднего рейдера Там уже броня Кажется То ли пятерка То ли десятка И ДПС Воланша Уже так существенно Уступает даже Простым иглам И уж тем более Фениксом Посмотрим Давай Только до половинки Только до половинки Хватит Пританули Есть Только так Друзья Все Он не собьет Вот у меня Точно Инжина Спутник Лесом Вы чего Спутники Мне просите 24 Возвращаются Люди Медик Пулеметчик 30 дней Еще один Пулеметчик 21 день Мы получили Шифрованное сообщение От совета Собака Да Прекрасно И с кем мне Идти сюда Жду от вас Пикатимит Снайпер Пулеметчик Развечий Охренеть Это будет Очень сложная Миссия Блин Линжа Нет Рокета Нет 15 часов Фатижных Не вытащить 8 часов Господи Меня же там Крысу Бьют Просто Наверное Надо брать Лемминга Просто И давать им 4 гранаты Осколочные Потому что Самая большая Проблема Это как раз С начальным Свармом Справиться Каким-то Макаром Может Турмовика Все-таки Вытащите С Фатига Ну Какого Фатига На секретной Операции Один На другой Ранен Ооо Как же Я не готов Как же Я не готов К этой Миссии А Конечно Раньше Положенного Срока Пролетело Раньше Чем Я ожидал Разведчик Вообще Не нужен Разведчик Неточные Пехотинцы Которые Будут Мазать Блин Не Разведчик Маркс К сожалению Обрезы Обрезы Повыдавать Вот что Нужно Сделать Тем Кто Может Их Взять Пистолет Пулемет Обрезы Реально Могут Помочь Медик С этими С дымами Со своими Жестко Думаю Бы Тоже Убрать Ну там Есть Пак Опасный Который Не Крисолидовский Но Реальные Угрозы Представляют Дать Коей Пулич Тоже Дам Осколочную Грянку Я могу Просто Не Не Выдержать Надо Брать Двух Леммингов Из Оставшихся К ним Особо Предъяв Нет То есть Скорее Всего 15 Надо Взять Топового Разведчика 3 15 На 64 Естественно У них У всех Должны Быть Осколочные Грянки Пистолет Пулемет Снайбл 6 Часов Отекает Не Гарантия Что И снайпер На этой Миссии Он Зачем Там Одного Вполне Хватит И берем Второго Есть 3 14 По Маневренности Есть 4 13 63 4 То есть Положительная Защита Из него Можно сделать Кого Угодно Давайте Возьмем Его Так Так Лазерный Карабин Кому Еще не поздно Разведчику дать Лазерный Карабин Друг У него По крайней мере Меткости Есть Тебе Тебе Наверное Это полезнее Будет Хорошая Точность Последний Прицел И может Быть Даже Еще Одну Грян Так Я Конкретно Ссу Поэтому Сейчас Через Две Минуты Приду Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж У нас на эту миссию летит непонятное количество людей Снайпер, разведчик, пулеметчик, пехотинец Да, есть лазерное оружие Да, есть гранаты Да, непонятный медик Может медику тоже вместо дыма... Нет, нет, нет Надо еще одну фалангу кому-нибудь выдать Пусть это будут нубасы На фалангу выдаем Ключевое, конечно, это справляться с вармингом Крыс Ракеты нет, инженера нет Сейчас проверю левелап у медика Трельцы нападают все чаще И мы несем тяжелые потери Точно там других Никак не помню Да, новых бойцов Сейчас базовую медика проверю Только... Да, уже можем повысить Прекрасно Жду от вас хороших новостей С одной стороны скриптовая миссия С другой стороны бывает такое Что крысы выбегают И ты ничего не можешь сделать Лаба у нас строится Это хорошо Готовимся к вызову Еще плюс 30% скорость исследования След... Командир Нас просит исследовать происходящее В районе рыбацкой деревни На острове Ньюфаунленд Местные власти приняли сигнал бедствия с корабля А потом связь пропала И с кораблем И с деревней И со спасателями В группе штурм-1 Следует отправиться туда И обследовать местность Попробуем выяснить, что произошло С Богом, друзья Выцеливаемся Слушаем, где паки Там Справа зомби-2 Еще второй пак там же Сигмена, пак Началось Пулич надо подвести сюда ближе Я пошел Он Должен чаще стрелять Блин, такая Такая, конечно, миссия Потенциально очень опасная Да Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Выбегает уже Первый пак Крыс 72-58 Стреляем Минус один Есть Получает повышение 40-70 Попадание Раз, попадание Два Да ежешь Скучно встали Точно Пара задача еще пак ёпы рассоты твою мать а вот это уже все только гренку и там все под гренки спокойно начинаем раз повышение мяса какое 2 скотина лови о повышение разведчик 3 и остается последний так ребята не фейлим не фейлим 84 снайпер сто процентов скритом давай бах 2 хитам так стреляем два раза постой и джан повышение блин 2 пока крыс ну прям ух смак еще будут конечно да но начало прекрасно ой не расслабляйся перезаряжайся прицеливайся молодец молодец леменки с гренками точно этих миссиях да там 22 зомбаря где там часто было и и пак рандомный вот это вот слышим финанс красиво это как игра трупов не торопимся да выходит еще сикер фингмен 2 фингмена сикер хорошо снайп должен на триггерятся режим скрытости у одного попадание с 58 нормально вот от этого пока тоже важно избавиться потом уже можно папа кого все ушатывать не понял а где хотел подсветить чисто для снайпа потому что но какого хрена фингмен или сикер конечно ты что с ума сошел что там сикер пока долетит 55 у нас же вроде как нет подсопресим его и там за за верим до до посинения остальными конечно дым еще кинуть что кроме этого момента дым больше нигде не нужен я пожалуй закину вот так вот дым лемминга нашего что он в первую очередь его увидит по полу укрытием в разоргать мое повышение повышение так 33 ладно пробуем а мне все равно отсюда уходить нет смысла о ее ее не убрал тут же план под под этого вот ошибка то есть или 26 может быть и не надо было и попадает он 26 процентов не надо было стрелять на балахинкерить жестком лемминг ранен уже с критом а чё же делать сапресс и уходим леммингом из-под овера медик есть лемминг нам как бы особо то и не нужен с одной стороны но это не повод его отдавать не должен его увидеть не должен подойти на столько чтобы увидеть это я что-то не уверен в том что а мы же не видим никого и там скорее всего overwatch слушайте надо наверное еще один дым закидывать только отойти наверно вот так опасно потому что могли увидеть и на вот этих вот полу каверных наших всех закидывая дым потому что сикер летит ты не может подходить и это проблема да летит три овер в очень низковероятных попадаем раз попадаем два попадаем 3 44 38 22 что особенно отрадно и фейнман который не должен паниковать который должен двигаться к нам слышу его шаги гад что за что за картинка такая а верим всеми мало мне желание подходить ближе потому что если открою дверь то там два зомбаря могут быть внутри если подходить просто то у него overwatch скорее всего слышим еще покрыть который как раз в районе с ним она и должен быть где-то но видимо видимо придется сейчас подлечить еще разок этого лемминга идти вперед потому что как лимминг не нужно у него же повышение конечно да а вот это может быть кстати ну угол контролем скорее всего зомбарей здесь слышу просто а фейнман видимо не выдержал нет нет сикер что не понял как сикер я пропустил одного сикера 63 с критом давай попадешь агош мимо плохо он же мне флангует мне нельзя тут что мне делать лишь подходить зомбарей триггерить это совсем неправильно видимо надо пытаться попасть ранить может быть подставить пеха потому что у него есть хорошие шансы подобить его просто хорошо хорошо этому конец да ехали ясно ясно начинай наблюдение нет он не должен паниковать он где-то рядом гад не сделаем координаты получены да он справа что там сезон гонись сейчас как-то с ну либо опять же это зомби но в прошлый раз был 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 сикер ясно ясно кого не вижу на поддержку да именно там что там же звуки снайпа наверх поднять опа кажется здесь да да забирается зомби ооооо из них зомбари нейтрализуете карет не пропирает выдвигаюсь черт нельзя так делать двигаюсь на позицию надо помогать друзьям я пошел надо помогать может быть до выходит именно рывок не рывок что это еще кто-то ходит самаре под мой таки ладно зомбарь ранен он не подойдет тут будем уже так есть дробаш я бы фланганул фимана конечно в первую очередь потому что он представляет большую угрозу здесь надо выходить пробовать штампануть зомби 3 хита все дела шанс 64 молодец а то там медик без патронов это тоже могло аукнется там еще второй зомбарь должен быть по идее до выходит 2 зомби у него иммунитет к яду там ганер есть он должен вместе с медиком очень хорошо по по шатать ну конечно же конечно же конечно же я пустое крит перезарядка леминг стреляет на него обычный овер-овер-овер-овер подходит андробаши если что главное чтобы крыса не выползла из него так 14 убили еще один зомбарь где-то как будто типа еще спулин и зомбарь что странно пусть только дернуться я снова как я его не видел еще минимум по крыс впереди нас ждет заходим потихонечку сюда потихонечку надо возвращать пацанов понял что здесь они не особо на своем месте но крысы конечно опа а это крисолиды я знаю что здесь еще один зомбарь я не хочу чтобы он ко мне в тыл выбегал но его нет смотрим дальше крысы подсвечивать надо хорошо что ушатали пак с инманом вот это прям очень хорошо с инманами 1 здесь пожалуй оставлю чтобы просто подсвечивал на случай если выскочит гад ну надо двигаться вперед вы помните дальше дальше вот как раз дальше мне и убили прошлого блин не тем ты подходишь дурак начинаешь торопиться начинаешь ошибаться это нехорошо лишь реально зомби еще один спулин что за ерунда что там за звуки кулич не работает я бы даже потратил один ход для того чтобы он вывести на точку одну всю игру можно пройти за 6 часов конечно можно за 7 так разве чик тоже с оружием надо вот этого лейминга с без без нормальной пушки проводить вперед первую очередь остальное за ним по краешку еду исключительно для того что у меня было больше шансов на пострелять вниз выскочение могут любой момент и четко знаю где-то что готовимся забираться наверх я думаю снайпером подводить я в пути помним про то что у нас скорее всего остался сзади еще один зомбарь я бегу ох нет свечет забираемся наверх поехали сный момент уже никого не увидели я бы подвел еще немножечко сделаю уже идут вас да и там еще зомби обычно в том доме сидит но иногда и пак отсюда выбегает крыс короче забегаем вперед не рыбак не рыбак не рыбак он не сзади он спереди справа развалинах так обычно здесь на старте два зомбаря я убил только одного там дальше тоже бывает то есть есть вариации и снайпер конечно же тут не алё лучше место ему освободим что снайпер так оставляется вообще кощунство заводим там пулич сзади остался так не рыбак побежал 60 70 50 50 попадаем только один раз где гнездятся кресолиды где гнездятся кресолиды так level up есть смотрим кому не хватает тут кажется все уже все получили я пожалуй снайпером бахну потому что ему до уровня долго тем более он плохо работает на овере пули чабыча конечно выставить на позицию он не работает пак крыс зомби справа выбираем наиболее маневренного скорее всего разведчика возьму там у которого 15 маневренность да зомбарь в этом горящем здании фон темплара говорит привет миша ты мой вкладок дело спасения человечества первая возможность назначить мне снайпером ага конечно конечно снайпером его хрен тебя не снайпер спасибо за 300 пожелал бы тебе еще кое-что сделал но я запомню твои твои мувы твои твоего этого пехотинца с колоссальной меткостью в 74 на предпоследнем звании черт так пак все-таки выходит 4 крысы ой 3 крыс 4 крыс попадаем убиваем одну раз трое уже здесь прямо подо мной охренеть как мы спуле неудачно пак хорошо снайпер попал он болен хочу делать чё делать чё делать я спускаю снайпа потому что он единственный кто может типа подсветить и от него толку вообще никакого нет пошли гренки последние гренки всеми закидываем начиная с да и пулич тоже должен стартовать гренка 1 гренка 2 чтобы отдел без гренка на этой миссии без двух леммингов с четырьмя гранат и не гренка 3 это слишком жирно я у чего красивым так все последний пак крыс насколько я понимаю больше не будет кроме тех кто будет по скрипту выходить хотя враги еще есть мне кажется что это тот самый зомбарь который в тылу нет это это зомбарь впереди вот вот как он как откуда он там джангом стреляем почти снял подходим помогаем добиваем хорошо нормально так кто у нас там маневренный говорите снайпан наверх все-таки пока что вернуть распредерядимся на всякий случай потому что впереди еще будут так общение что еще есть враги так и кто у нас будет бежать 14 маневренность у тебя с винтовочки д.м. роберт дмитриев да нет есть чем пока там что то есть еще пока есть но все равно нужно выбрать это вот этого упыря иванка петрова да все таки роберт дмитриев самый маневренный из предложенных лайков подвести еще двух вот сюда чтобы было больше шансов прикрыть своего пострелять я не буду здесь крыс на крысах пытаться прокачиваться спасибо не хочется мне просто сел на мель похоже он потерял управление сдается мне это и есть источник крисолидов хорошо что это не круизный лайнер мне не нравится ситуация что я не вижу где там ну где очевидно да вот он вот он потерявшийся зомби как там снайп видит его никто не видит ждем тогда чем пропускаем хор хочу тратить патроны не валерон спасибо не хочу доить кита уже пару выстрелов есть у пехотинца раз два и ладно ну стрельни ну ладно хорошо нас так хочешь пожалуйста все теперь уже точно никого не осталось отлично перезарядился снайпером с богом поехали не хочется в этой миссии аркаде сильным сказал он и побежал на рывке на предположение что здесь никого нет молодец миша так надо так надо красавчик подойди еще вот так вроде не должен сейчас триггерить мне вот эти открыточки важные чтобы чтобы на пол хода на следующие точно добежать до квестом похоже источник заражения найден и дела еще хуже чем мы думали если крисолиды и правда использует кита в качестве улья неизвестно сколько еще потомство они могут произвести понеслась и папа фармить можно там человек 10 по 200 экспы это даже на старте ты получаешь 150 на этой миссии так приблизительно то есть ненужные риски на мой взгляд средствами не отобьетесь что нам нужно так это удар с воздуха если вы сможете снова запустить передатчик корабля мы определим точное местоположение и жахнем по нему ракета и часто не можешь определить точное местоположение вот так как бы технологии не дошли вы есть спецназ а ты точно спецназ ты так ты точно чем андер до поехали первая крыса передатчик корабля активен актеры шевелитесь быстрее штурмадель там все вот-вот взлетит на воздух кто останется в зоне удара покойник у нас новая задача 8 ходов у нас есть для того чтобы выжить работы кричат что за шум и он прячется за рыбой я помню вот это вот эту тему клевую что никто его там не видит ну а почему я помню эту клевую тему я ничего с этим не сделал ладно он меня тоже не видел глядишь на боеготовности мы убьем его хотя довольно опрометчиво это неправильное дело но он не должен был меня видеть давай еще 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 ой ребята не он не должен он точно не должен добегать вряд ли добежит сейчас такая музыка конечно но в первый раз когда эти миссии проходишь просто страх просто страх это когда уже все когда уже скрипты все дела такую же 20-ый раз эту миссию зомби там зомби тут крис алида в гренок миллион конечно так любой может ты попробуй с первого трая эту миссию пройти уже там прилетаешь отдаешься ночью эвакуируемся просто эвакуируемся пока на пол хода конечно но в перспективу мы просто убегаем там не хочется полностью бежать потому что перейдешь помните нас еще один встретит крис али радостно бегут похоже мы здесь не одни и год нет не было такого а вот и он 72 50 изялое попадание так кому xp еще нужно ребят ну так у тебя лава лап пробегаешь вперед у тебя ты пулеч конечно уже уровень получил у всех тут уровень до уровень xv конечно не пропадет но только снайперу нужно а в остальном да проверим первым товарищем вдруг попадет и тогда мы всеми пропитки и все вопрос закрыт и тут выходит зомби последний такой из-за угла и по лицу надо не но он бы шумел просто я бы так просто отсюда не не услышав его не ушел уже добега ничего себе резвые какие может показалось две удара 33 хода три дня я хотел сказать но мы добегаем друзья главное сейчас всех поставить на точку эвакуации а то разок . был момент когда то есть я не довел просто скрипт сработал следующий ход все разбомбила людей люди остались об не у меня есть запасе ходы я не виноват что здесь баги посмотрите прихожу игра заканчивается хотя не должна не должна нет 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 я не у нее не улетающим потери ноль я не мог эвакуироваться подожди честно как потери ноль у меня один вне зоны эвакуации что 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 сейчас увидим ранение только одно осталось все вернулись как так он пытался этого достаточно ладно продвигаемся дальше меточка плюс 6 точности разведчику и плюс один хит тут дымовая граната у медика хит и единица точности джанг у я брал метки глаз тем более с его точностью ты берешь либо сапресс а метки 8 хитов у джанга ё-моё неплохо поле 74 тут лейминга ранения тут еще один лейминг прокачался молодцы ребят 225 получили 229 баксов конец мая и мне кажется нужно сделать еще одного еще один перехватчик потому что среднюю ножку я не сбил один вырублен на 20 другой на 15 надо перевести этот сюда заказать здесь перехватчик еще один где деньги непонятно следующая сложная миссия если не прилетит конечно рандомный террор в конце то это секретная операция через четыре дня феникс установили феникс феникс лавина 16 часов еще один и два дня хорошо передовые лазерные 6 дней денег нет хорошо перевели 6 часов 9 дней глава вина высокий маленький разведчик пошел оваланж феникс не хочется тратить на разведчиков обычных поехали все таки прилетели гады открываю огонь попадаем с опять раз два раз два раз он еще улететь может сейчас пока атакую 2 крита он сделал вы охранили хорошо что перехватчик копил все улетает большой низкий похищение либо может баржа пока не видели не видели атаковать этот корабль я бы посоветовал поднять воздух лучшие истребители низкая 80 баксов вы издеваетесь в китае вообще спокойно крупное городское здание так это возможность как никогда прокачать бойцов тем более впереди у нас секретная операция два дня поэтому сюда нужно брать прям 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 у меня особо народа то и нет чтобы выбирать ладно дублирующий разведчик дублирующий пехотинец дублирующий пулеметчик снайпер короче вот снизу ракетчик и все не не давай-ка лучше не фатижных но из расчета ну рассчитываем из исходим из того что все равно люди вернутся в течение двух дней вот можно еще одного пулеметчика взять можно топового снайпа взять да вандорн большая шишка и зон а медик придет медик два дня два дня вот фиг знает не факт что придет 89 полечка классный феникс нам рекомендует снять действительно мне там бронение очень серьезная у но нет стоп ну на перехватчик на новую на вот это вот поставим она поехали фаланга почти у всех есть это радует но всех кроме снайпера получается у нас танк улич не очень все равно так мне еще медика нет опять же ладно ну низкая ну что ты переживаешь что ну взял донный отряд молодец правда один снайпер совсем не донный и пулеметчик тоже один хороший здесь есть давай-ка ты у этого пулеметчик тогда отбери тэп здесь аптеку соответственно поэтому отдай потому что там приспособленец есть и бонус на его урон 89 меткости в конце концов просто не будет промахиваться 89 плюс 18 даже лазерный прицел ему особо не нужен то есть ему можно даже аптеку дать то есть он в большинстве случаев на увере будет попадать хотя наличие человека который вообще простреливает даже с высокой вероятностью полуукрытия это пехотинец разведчик одна страховочная аптека маловато будет давай вместо осколочной ракеты сюда руки туда дадим у нее две и так ракеты будет лазерное оружие ок поехали мая заканчивается не так уж и хорошо потому что ведь я упустил маленькую еще на ложку упустил среднюю на ложку классная миссия штурм один просит разрешение на высадку вас понял рейнджер штурм один начинайте атаку против датчик пошел первый пак прям по курсу капец я две даже двигаться не могу здесь ну удачи миш удачи нам всем люблю такие миссии вообще у тебя просто на старте нихрена нет вот просто вот и полуукрытия и давай нападай пак впереди а если это было не низко если бы это было чрезвычайно 16 человек 4 пока вокруг каверов нет прорваться с боем вперед мутоны статичный пак до статичный пак сикеры хорошо слабенький пак режим скрытности можно для темпа туда бахнуть рокетом а потому что мне нужно туда дойти хотя бы для того чтобы два снайпа еще абсолютно убогих стоят в таком месте что 2 ситер и сейчас бачком 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 одного снайпа конечно можно здесь оставить для угла и всеми остальными надо продвигаться вот туда слышим фигменов слышим мутонов то есть тут еще два пака у нас пока не видим ничего проходим верно так проходим да они в дальней части карты это радует поэтому тут волк одиночка как раз останется пока фулич поставим снайпер тоже надо подальше увести этого снайпа можно подвести вот так чтобы его просто народ на халяву не убили хотя и так могут на халяву убить тут укрытие нет нормально это не укрытие сдвигаемся поехали никого не спали все уходим уходим координаты принял выхожу двигаюсь к указанным координатам поехали погода не сделает что это понятно пули чем можно убрать отсюда даже вредное что если он будет здесь стоять привлекать лишнего внимания давайте дороги там хотим сюда улича так он марксман вроде нормально стоит у снайпа конечно проблемы что в этой точке он не очень хорошо будет играть это нормальных укрытий раз-два и обчелся даже с учетом того что я типа увел пули чем сюда подводить и надо обязательно триггерить как-то так чтобы снайпер работал по открытым местности ненавижу мутонов почти как цыган так сюда кулич встает точно все вроде на верим цыганам и это была шутка с отсылкой к естественно большой куш не личные отношения спасибо за переподписку 43 месяца псих ненормальный подходим что 55 61 благодарю заходим пулимпаки нет да выходит летун мажем боеготовность и мутон такой здоровый ну пробуем уйти раз пробуем уйти 2 овер овер ханкер пока овер овер выцеливаем михотинсона выводить чтобы он подсвечивал поближе сюда бегут бегут как бы левому снайперу не прилетело сейчас против всего пары омут он уже здесь и никто его не видит кроме пулеча который должен сопрессить или стрелять посмотрим сейчас как пометочки по вероятности хорошо отлично и рокот еще его видит а ты не видишь и ты не видишь слушай ну надежнее сопрессить вообще так к слову сопрессить здесь выцелить тут поверить прицеливаем целевым летун выходит и снайпера видит капец пожалуйста оставил человек называется еще один летун снимаются лету на 1 30 процентов повезло но это ошибка была там снайпа оставлять естественно уже езжу понятно что это так ну что следующий ход он уже того теперь не знаю как нибудь мне нужно подсвечивать этого летуна как не ясно давай так так не видит все равно все минус снайп ну не вижу ну либо забираться резко наверх но у меня нет людей которые способны это сделать с укрытиями но видимо мне нужно спасать снайпа подставлять а 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 и 78 может удастся снайперу ранить есть ранение ну вы прикрыть налево ну все короче пулище флангуется сапресс пулеметчика он флангуется это нам опа опа опасно есть хорошо крит сработал вот он бы шатнул новый фангует нет не фангует не надо нет 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 пулище под огнем минус найп легкая миссия слушаюсь вот здесь под огнем пулеметчиком я не смогу пулище пулище делать отвратительная позиция противная ситуация скорее всего нужен рывок 80 процентов только не критой у меня 9 это баг у меня такое же было либо он не попал либо это баг флангуешь из этого скорее всего угол хорошую минус сна блин а чё я делаю то почему не сапресс что я делаю не торопись блин не заливай ну ёпресса т что вот что вот это было то дурак какого какого лешего хорошо там оверты еще сработать может так не должен сработать ну да молнии нас наши страны я начинаю грубо ошибаться мы потеряли снайпера я не помню но снайпер уже с одиноким волком там там нормальный нормальный там снайпер да хороший снайпер там был пробуем обойти-то можно но я ранен он вообще мне флангануть может очередной раз миссия на 7 врагов на 7 врагов это ужас просто 24 топовый снайп 8 заданий локи минус до связи командир секретная операция через два дня может лип сделать пока не поздно надо лип делать сюда поставить нужно феникса 3 сбивать пытаются есть пара фениксов поехали чем надо сбивать сбивать это не средний это вроде как мелкий ввиду противника выхожу на цена разве чем после раз поймем думаю добивать пытаться или нет что если я полечу обнаружен объект давай аккуратненько попробуем надо надо водиться на максим на пару выстрелов то есть если я его сейчас вниз не сбиваю он не собьет мне спутник но тогда не будет миссии или денег за уничтожение готовлюсь к удару не судьба видимо ворон к бою готов объект не тогда ты вообще без прихватчиков встаешься дурак я дожди ты ты же можешь это же вот который перес перезарядился там один придет можно на него пушка наставить один-два раза попасть вдруг один-два раза приближаясь цели на депутатах лошадка это была колоссальная ошибка колоссальная там же сейчас точные лазеры через четыре дня обнаружен объект новый перехватчик вообще перехватчик и секретная операция террор террор в африке там хорошее кстати место в нигерии то есть страна не выйдет если мы спасем 1 но за час до секретной операции но и за день секретной операции прилетел террор в конце мая 19 часов 3 дней 19 часов я не знаю сколько мне нужно бойцов на экзальт я пытаюсь прокрутить немножко террор да есть 48 часов до экзальта это сварм миссия грамотно распределиться понятное дело что надо лететь на террор посмотреть кто у нас выходит течение двух суток почти все выходят течение двух суток кроме одного ракетчика одного снайпера на разведчик можно в принципе брать на террор тех кого кого хочешь точно ракет точно пулишь точно снайпер пехотинец да медик вернется медика беру может быть второй рокет даже а это южная америка что-то перепутал опять географии а это аргентина о вообще плевать там бразилии уже вышло так что одного спасаешь и улыбаешься одного спасаешь и улыбаешься я бы пули че тупого не брал сюда потому что как раз вот сейл армун бы пригодилась на экзальт вандорн пусть опыт получает закинем минжа конечно не хватает штурмовика конечно не хватает но я ж кривой я все сдал все сдал я всех сдал ракет с быстрой реакцией может даже шредер полезнее будет 90 плюс 6 пока у нее оппортуниста нет он все равно нормально не овервочи даже не смотря на стабильность платформы может быть имеет смысл сейчас лиминга взять потому что я насливал у меня уже второй офицер не алё блин медик то сюда не нужен кроме того чтобы ну просто фатик уменьшить еще два места вакантным ракетчик успеет уйти можно взять второго рокета можно взять людей на подкачку тут вот есть один товарищ как раз ну разведчик как раз четвертый правда данной конкретной ситуации мне разведчик особо не нужен ну ему можно выдать как раз например сканер как раз какую-нибудь гренку и не знаю против крыс что пехотинца надо еще одного взять чисто для дпс единственное что мне кажется нет лазерной винтовки нормальный нужно у того же самого а у нее карабин да видимо уроки ману все-таки вытаскивать а нет нигде утаскиваем у медика боевая винтовка раз передаем ракетчику все-таки карабин он реже стрелять будет и передаем пехотинцу эту лазерную винтовку последний прицел лазерный прицел двойной выстрел полачивали к жизни нормально то есть у нас есть датчик движения выходим смотрим разведчиком если что прикрываем скан кидаем снайп соло уходит пулич у нас пулич у нас все равно хороший вандор не топовый но хороший два пехотинца для внесения урона ракетчик для страховки полетели задача спасти одного двухмирных все этот регион не особо не нужен то есть там запас где-то в 61 одну единицу то есть там главное просто как хотя бы кого-то спасти теперь смотрим центр рейнджер вышел на точку штурм один к бою готов подтверждаю рейнджер можете начинать вижу толпе не просто верных прямо по курсу вот здесь внизу гражданские четыре человека стоит в зоне операции граждан и там же первый пак а двое еще на крыше двое внизу но эти за домом находятся судя по всему поэтому я бы подошел вот так и подсократил сюда так ну снайпа видимо видимо пока что так разведчик вперед ракетмэн сюда сюда вы хотели сюда полюши сюда я буду на чеку подходите сканирую сейчас спасем мирных разместимся ориентировочно в углу да выходят первые крысы зомбарь вижу мне кажется что это миссия чисто на на мясо и потому что я слышу только крыс можно подняться по деньгам хорошенько тогда на этой миссии за счет трупов крыс слышали так ну что будем с тобой делать пулим разведчиком поехали раз два плюс зомбарь блин зомбарь там на на убивает собака восемьдесят пять восемьдесят пять девяносто но метки у меня в любом случае нет поэтому надо работать как есть начинает снайп с его замечательной точностью зачем у тебя приказ есть вася по ближнему делаем крит снайп просто зомби там всех убьет мирного сразу же стреляем может мы его флангонем тут как-то подсветим сейчас ты подсветишь себе еще одного блин не видим подходим тогда мы надо мирных спасать реально террор прилетел в такое место что зомбарь здесь на мирного явно все три а может не не успеет дайте если сейчас мы его ранен то он может не успеет дать ранение есть давай да он не успевает он вообще не понимает что происходит пошел к мирным надо спасать из мирных главное сейчас слишком много не использую что я даже с ракетой могу не вынести да уж лучше спешу добрый день и никто не видит вы издеваетесь друзья мои хорошие вы чего да командир и ты тоже не видишь охренеть отсюда может ёпперс это через команду надо пехотинца спасать ну он по нему может дойти если до него может дойти да ну нафиг ты чё ну так то не дойдет изи же какая-то драка блин псих ненормальный да убивают смитим эксмити все довольно печально мы потеряли сегодня еще снайпа пустили двеные ложки пока живы конечно слава богу но минус хороший снайп с крыши люди падают дураки все программу минимум выполнили они не должны свалить может быть и не стоит дальше торопиться потому что ну потому что баксы дают за каждого красолида я понял мирных очень много здесь рядом да тут явно еще миллион зомбарей два пака уже идут подходим друзьям мне не нравится то что мы я в пути то что мы с вами кстати хорошо было бы здесь проверить но в начале хода а не сейчас потому что мы в доме а в доме опасно из-за того что и мало кто может стрелять нормально надо как то все таки от края отыгрывать я пожалуй пойду левее чтобы ну вот к пехотинцу там и мирный и заход есть наверх что с такой банды у меня там что влупляется нет непонятно может быть даже и на крыше лучше что там да он уже влупляется крысам выполняю двигай я прикрою как же я спасаю мирных как же я спасаю бобер спасет еще один наверху раз два три есть есть правда половина уже умерла но как же я спасаю лечу туда слушаюсь выходит кто-то опять крыса глупилась да да значит тут пак кресолидов мирных ушатан ушатали несколько человек семь баксов только что появилось давай человека бажор спасет ну что три три же только не разбегайтесь гады не разбегайтесь слишком дистанции небольшие опа выходит зомбарь зомбарь это будущее крысы и чего там а там еще мирный один сидит на картах крыса выбегает оуу Ребята стреляем никто не стреляет вообще никто не стреляет вы охренили что ли так а ну ка щас резко вниз прям резко вниз или нет или да да вот давай сюда хорошо 64 меткость ты классный корректирует давай разок так ой пулишь ты тоже молодец смотрите на него там еще один крыс и беденец раз-два тут еще один так снайпа назад из овер из овер из овер до медикс боевая винтовка у меня я мискликнул просто расскажет этот зомбарь по лицу ударит того кто в машине сидит страна уже не выйдет забей все прям ровненько делай все спасаешь раз хорош ходит по мирному падет а где он там мирный то 1 давай вот так ювелир 80 процентов у меня есть гренка конечно я хотел бы проверить вдруг справимся так вот она гренка страховочную это фиг знает боевая винтовочка поле чисто процентов окей так овер ты сюда и лучше перезарядись новая крыса и появился еще один кресолит очень близко могут убежать двое мирный за стоят нормально и мирного не убил и и до нас не добежал последующий зомбарь уже уху а это крыска к стоит нормально так мирные бегают пробуем да что ж ты будешь делать то тварь извините добро я все-таки от следующей крыса чуть-чуть отступил потому что мало ли что он как бы а вдруг медика только ставил тупой какой какой же тупой еще одна крыса 7 баксов этот побежал не побежал рычи бегает 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 58 как ваш крысу на мирного сагрит ну что ты сейчас аю расскажешь про мирного про крысу давай на кого она сагрила скажи мне ну ну давай рассказывай рассказывай ну говорил же уверенный такой эксперт прям и где нельзя вам доверять двигаюсь к точке вот так я готов нельзя а теперь а теперь все готово там еще пак крыс вылупляются новые из мирных выходит новая крыса о вандорн уже по 90 овервочи бахает это пока молниеносных нет у нас все хорошо ой что 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 столько мирных спасем класс главное сейчас не отдаться на какой нибудь ерунде а чё как кто там нифига себе а вот это неожиданно пробуем да я с места должен он мирный немножко покотался живи друг все нормально про просто идут учения сто 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 раз сто нет давай так блин медик даже у него учитывая то что у него меткость положительная он все равно не попадает потому что он медик пробуем еще крыса там вылупляются и вылупляются по 7 баксу ну сикер то где я давай подходи подходите гады кажется мы здесь не одни нервный сидит немножко от ракеты контуженный может конечно сейчас на рефлекс попробовать триггернуть если он стоит в инвизе и нет он непонятно чем надо проверить а вдруг я его ракету сразу убил инвизного сейчас посмотрим спулили не спулили да его уже нет ну что медленно медленно друзья двигаемся спасибо красавица сачок и тот не допит видим там впереди крыс надо выставлять так чтобы снайпер работал поехали по хорошему выхожу ну как он будет работать не совсем ясно приказ ясен готовность я начинаю наблюдение внимание стриггерить вот этих вот двух крыс ну и попробуем мирного спасаем очередной раз выполняю давай давай кораблю эм вот да все все таки спулили у снайпер у снайпера есть цель чмандер нет сейчас не до кота не до кота паузы не хочется вроде мирного спасти еще одного тем более осталось всего двое в живых один из них и справа и слева там опа понеслась конечно 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 боевая винтовка она мощнее на единичку да но у нее штраф к точности если ты действие совершал какое-либо новый крыс еще новый пак это плохо правда пара оверов есть сразу попадаем по одному еще выстрел что же вы делаете а и еще пулич так ну что мы сумеем их расстрелять но сумеем точно покоцать поэтому начинаем мочить раз чуть назад медик возвращается естественно плохо маловероятным что они могут дойти и назад хорошо ладно пулич должен справиться да и пехотинец тоже должен справиться хотя бы с ранением пожалуйста 85 спасибо пулич 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 назад выцеливается опять я готов не должен добежать тот хоть он и здоровый но тем не менее опа еще здесь кто-то шальные крысы как в фильме ужасов на самом деле бегают третий ой 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 стреляем сходу добиваем снайпером ракет надо отвести от машин потому что если из машины побегут а может быть удастся им патронов впритык хватает блин впритык тут зомбарь должен встать хотя я не уверен кто там его убил крыса или зомби две крысы находятся ориентировочно вот в этой вот здесь вот они там суматошно бегают и непонятно когда выйдут да пошел 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 без штурмовиков потом это не взять никак ну то есть нужны специалисты по по ближнему бою еще потом на молниеносных я на оверах вообще никого встречать не смогу стреляем по зомби может дождаться конечно когда выйдет крыса но не уверен что целесообразно так рисковать что он может прийти на следующий на следующий же ход атаковать мы убиваем еще по крысу нифига себе у меня есть четыре овера одного убиваем сразу же еще овер ну ё-моё сейчас без патронов можем остаться кажется у меня есть страховочная грянка так есть два выстрела здесь есть выстрел один тут снайпер стреляет на 80 процентов у него тут надо шедер трокет делаться видимо отводя медика потому что мне тут очень может помочь как раз бонусный урон по целям 06 давай так так хорошо 6 6 плюс подранок входящий урон увеличивается стреляем 1 патронов 0 этот вышел и загадим стреляем 2 99 добро если б я поражил я скорее всего бы кого-то потерял то есть бежать вперед и тем более в таком регионе какой смысл это крайне рискованное мероприятие уже убили кстати 34 человека 34 остался крисолит из известных врагов что там за звук ну вроде паковые паковых больше нет иду двигаюсь к точке двигаюсь к точке уже иду слушаюсь надо бы направление хотя бы услышать понятно или это в машине как раз сложно сказать кто там у них слушаюсь стенка мешает сделаем слушаюсь уже иду разберемся да это в машине слушаю что-нибудь как выскочит опа да выскакивает крыса шотает любого практически из моих то есть если я не это кто не снимают то это до свидания хорошо там оверы есть какие-то нормально повышение еще получили последний 35 человек 6 мирных спасли страна не выходит все нормально за исключением 7 убитых кораблей убитого снайпера убитого разведчика и убитых двух леймингов по сумме всех всех партий отлично шеф прокачиваем разведчика но плюс 4 пехотинцу хит далее 80 меткости 20 останков крысолейда на 140 а хотя бы они же по чем они же не по 7 они же больше у меня же бонус где они где крыса 14 ооо двести пять оооо у меня же бонус китайский неплохо так лазерная винтовка фаланга сообщения совета так Я сначала продаю, потом думаю, куда бы потратить. Жадный. Ну чего, у тебя тут с кораблями проблема. Еще не поздно перевести перехватчик, заказать новый. По кораблям беда. Да, есть секретное задание, которое надо проскролить. Дождаться, по крайней мере, медика. Ракетчика одна. Нет, ракетчики есть. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте подождем чуть-чуть. Рокет. Что там? Ученый? А, ученый мне... А что по запросам? Что там? Инженеры Канады не то. А, инженеры все-таки. Канада. Ладно, давайте. Можешь накрыть регион, раз террор уже прилетел. Давайте попробуем запустить спутник. Индия или Аст... Индия, конечно, больше платит. Тем более, стак по лабораториям будет хороший. 5% бонус нового к исследованию. Запускаем спутник. Помним, что у нас делается спутниковый модуль и два спутника в заказе. Можно сделать страховочный, конечно, спутник, учитывая то, что мы просаживаемся по кораблям, и нам просто могут сбить. Плюс 100 баксов. Передовые лазерные технологии. Надо три пушки заказать. Дробаш, марксменскую и снайперскую, после того, как все это дело закончится. Возвращаются люди, самые разные. У нас уже есть пара медиков. Снайпер, пулеметчик, ракетчик, пехотинец хороший. Поэтому надо на... Лететь ведьмужем. Хотя, наверное, подремонтирую сначала фалангу. Винтовки это под капралы я делаю. Все. Нет. Стоп. Он не остановился, когда фалангу... Короче, все, хватит. Пулеметчик, медик, снайпер, пехотинец, ракетчик, крупное городское. Разведчик и... Мне кажется, второй рокет нужен у нас в армиссии такие. Попробуем так. Поехали. Симфаланг. Винтовки теперь в избытке. Теперь мы даже самому хреновому медику выдаем винтовки. Пехотинец, одинокий волк, танк, палачущий. Хорошо. Но я ему делаю защиту и прочее. Он танковать должен. Разведчик. Фаланга. Лазерная винтовка. Может быть даже... Нет, этому точно не надо давать. Убирать ракету осколочную. Разведчику здесь особо не нужен. Кроме как на страховочные метки он реально особо не... И урон не наносит. Воздушные цели пофиг. Да, здесь тоже, к сожалению, лазерная винтовка и ракета. Фаланга больше нет. Последняя фаланга есть на снайпах. Крупное городское. Проникнуть. Медик-пулеметчик. Пехотинец, ракетчик. Ракетчик. Ракетчик ключевой. Конечно, тут на оверх бы второго пулича взять еще. Во-первых, нормального пулича нет. Датчик движения уже у пехотинца и Мортал Вульфа. Внимательный. Ты уже второй раз создаешь странный совет. Внимательный. Первая миссия экзальт я благополучно слил. О, нет! Одна карта лучше другой. Это капец просто. Это капец. Ладно, я здесь помню, что надо стараться уходить резко вправо. Ни в коем случае не идти, ни шагу не делать вперед, потому что основная группа находится... Они найдут передатчик. А если они его взломают, вряд ли мы получим данные неповрежденными. У нас новая задача. Такой это вы датчик движения. Давай сразу. Не видишь. Хорошо. Значит, ты подходишь. Да тебе не надо пока никуда подходить. Погоди. Здесь нужно давать датчик движения и узнать. Тут пока никого. Но я не буду подходить. Я уже проходил через это. Лучше разместиться здесь, потому что движуха начнется, и рандомные люди тоже будут падать. Четыре дыма у медика. Просто уходи вправо. Не шагу вперед. Помню, как с толпой просто сражался. Бесполезно абсолютно. Так, медик сюда. Все. Хорошо, что один передачик страховочный здесь есть. Главное не залить миссию. Деньги получены. В принципе, нельзя заливать миссии экзактовские. На всякий случай. Да, смотрите, уже вот в этом месте. О, ёппер СТ. Там три пака минимум. Причем один из них уже вот тут. Двое. Два вот тут. Двенчик назад. Рокет. Ну, давай, вперед. Понятно. Уже двигаюсь. Понял вас. Бегу. Есть, выполняю. Что-то с разведчиком-то делать. Уже. Ясно. Начинаю наблюдение. Я пошел. Убеживаю позицию. Они не бегут на точку направо, как правило. Они выбегают через центр. Мне нужно сейчас вытелить ракетами. Ракеты тут очень хорошо могут помочь. Планил. Противник на позиции. Да-да-да. Штурм один. К врагам идет подкрепление. Открепа пошла. Надо пехотинца и вести к передатчику поближе, чтобы он танковал и подсвечивал. У меня больше некому это делать. Уже выдвигаюсь. Сумма с этим. Не хочу разведчика так близко подводить. Даже медик тут лучше будет смотреться, чтобы и характеристики повышал. Так, давай-ка мы сначала в угол. Потом прицеливаемся. Сейчас выцеливаем ракетом. Можно, кстати, одним ракетом и верить, другим выцеливать. Ну, учитывая наличие приспособленности. То есть прицеливается один ракет, один снайп. Вот сюда вот подойдешь, сразу и едешь врагов. Мы готовимся на этом делать. Да ладно. Да, они могут с флангой идти. И бывало выходили. Да. Ой-ой-ой. Овервотч 60-29. Плохо. 4 попал. Бах. Ну, это скриптовый. Это не пак. Это скриптовый, который на десанте пришел. Еще один отряд. Видят кто его от него? Нет? Видят. Хорошо. Рокет минус. Надо избавиться от флангующего. Здесь не торопимся. Вообще не торопимся. Тут человек 15-17 уже вот на карте. С это самое. Так, этого убили, да? Да, убили одного. Снайп верит 99. Давай сразу скриптом. Не надо. Не надо тут выпендриваться. Убил и все. Подождите, а разве... А тут же еще один. Или это он и был? Давайте-ка вот так я все-таки медика поставлю. Он и поработать может. И... Ханкер обязательно. Выполняю. Кайф. Ждем скриптовых, которые попадали и пойдут. Потому что паки мы не спулили, а скриптовые бегут. Справа топот. Опять справа топот. Может мне туда поставить пулич одного? Да. Ладно. Опять 60-27, блин. Хорош. Да, он туда же идет. Последнее подкрепление. Нормально. Все. Избавились от скриптовых. О, еще на крышу один. Да, это на крышу. Двое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тогда рокет надо пулять. Так, здесь убили? Не убили. Снайпер видит, снайпер видит. Стреляет. Так, кто у нас выцеливался? Ага, сейчас ты прям попадешь по ним. Это, скорее всего, дым и время молиться. Причем под удар попадает потенциально еще и снайп. В первую очередь дым сюда. Хороший овер. Тут пулич, рокета, два. Никаких выцеливаний не будет. Нет, здесь не надо идти. Просто авирий, друг. Презаряжаемся. Выходит, еще один рокет. Стреляет. Капец, Аркада. Нет, 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 нет. Прикройте, ребята. Не, не добил. Один хит. Граната летит. Нет. Есть, спокойно. Так. Собаки. Так, рокет с критом. Есть. Надо срочно випа оттуда вводить разведчика нашего. В смысле этого, вы поняли. Два хита. Ой, два хита. Наверху могут быть овернуты, да? Так, здесь обязательно метку ставить. Пытаться снять. Черт, промахнулся. Пулич 73 маловато будет. Пытаюсь идти к медикам. Лечусь естественным. Давай, держись. Видимо, сопресс нужно делать, потому что... Мне кажется, что еще одна... Один товарищ наверху. Буду держаться тут. Будет опасным. Выдвигаюсь. У меня все под контролем. Ладно, два овера, нормально. Как же оси. Выбегает новый. Боеготовность опасна. Это боеготовность. Хорошо. Так, что у нас по флангам, по целям? 70% рокет мега опасный. Но по нему мы не можем ничего сделать, да? Подходим, ставим метку. Я знаю, молниеносный, но надо рисковать. Надо на него поставить метку, чтобы снайп поработал. И чтобы он сам поработал с фланга. Потому что рокет это сразу залетает и минус... Минус 3 человека. У снайпера целей других не было, поэтому он стреляет 89 по рокету. Дальше. Да надо пытаться этого убить все-таки. Кем-то. Вроде как я, типа, флангуюсь, но не вижу вообще, как я флангуюсь. Не понимаю, почему не флангуюсь. Да, уже флангуюсь, вижу. Пробуем пробить его. 43. А, разведчик флангуется. Рокет. Давай. Нихрена себе, 3,5 лет. Так, можем run-and-gun и выключать у него основное оружие. Он кто? Он кинет гренку. Но гренку он не докинет. Окей. Run-and-gun. Пробуем. Раз. Два. Нет. 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 Одна клетка. Нет. Собака. Мы сможем на время нарушить вражескую систему связи. Все, ггм. Новый пак. Двою налево. Ну, это где? Командир, войска Экзальт скоро взломают кодирующее устройство. Если мы немедленно не обеспечим его безопасность, они найдут передатчик. Здесь двое бегут, стреляют 30. Попадают все. 30 попал там, 29 попал здесь. Готовность. Это стреляет 4%. И это все. А вот это уже ггм. Здесь рокет, скорее всего. То есть тут по-другому никак. На передатчик пофиг. Ай, мне тут важнее выжить. Так. Сняли. 79, 69, 64. Там марксман. Тут фланги. Раз, два, три. И еще рокет. Блин, тут рокет рядом. Один рокет здесь рядом совсем. Ё-моё. Ё-моё. Карксманом нам делать нечего. Если только снайпер его как-то бахнет. Рокет просто кидает в меня рокет и все. Скорее всего, надо сейчас пытаться ракетой вот этого рокета снять. Блин, но нельзя этого сделать. Сопрестить я его не могу. Только две цели. Снайпер должен по нему работать. Только прежде разведчик должен убить. То есть мы подходим типа сюда. Да? Вставляемся. Не знаю, что делать. Мне нужно метку ставить, иначе у меня все погибнут. Ставим метку. Стреляем снайпом. Блин, на жопу какая. Без крита стреляем. Здесь проценты все лишь крит. Мы его не убьем без крита. Пять хитов снимаем. Тут последний выстрел. Тут два выстрела. Два их убиваем. Но вопрос, что делать с этим, все равно актуален. Может приказ ракетой сюда забубенить. В любом случае, делаем сначала дым на себя, на полу каверных, потому что слева марксманы. Если останется на полудействия на приказ, то рассмотрим варианты. Не снайпер, только ракет получается. Сам ты сделать ничего не можешь, а ракет может бахнуть. С богом. Ракет сюда с колоссальным отклонением. Хотя не с колоссальным. 1.8 может быть удастся. Только добей его, прошу. Есть! Далее ракет по правым. Пофиг на передатчик. Нет, не пофиг, подожди. У тебя же здесь еще пара выстрелов есть. И ты в любом случае стреляешь. Раз. Два. Не добил одного. Надо вот так делать. 100%. Коцаем дальним. Ну, все. Здесь овер скорее всего даже. Развлечик ранен, штурмаж убит. Этот побежал, стреляет рокет. Мажет. Значит, в другой раз. Я настреляю 20%. Мажет. Хорошо. Сейчас к марксменам. У них тоже по 20. Вы готовность? Нет. 40. Из-за угла. Попадает по медику. Уронение у медика. Взрывается машина. Снайпер перезарядка. Медик бит. Улич ничего не может сделать. Перезаряжается. 33-74. Тут понятно, надо бахать. Скорее всего, после метки. Метка сюда. 14%. Медикам заходим. Так. Лечимся самому. Опять смеся. 84. Пытаемся с передатчиком снять человека. Попадаем хорошо. Я пустой. Этому конец. Руки сюда. Тут бы подранить их. Но это ж не последние друзья, понимаете? Дым-то еще будет работать. Я думаю, что надо все-таки сделать выцеливание. Перезарядку. Здесь можно овер. Пожалуй. Еще идет пак. Блин! Какая грязь. Овер-вотч. Рома. Урон нулевой. И еще человек. 30%. Там потенциально два фланга. Снайпер миллион целей. Флангует разведчик. У него последний выстрел. Тут еще один рокет. Кто там у нас? Опять рокетмен здесь. Еще 3, 70, 8, 78. Других вариантов нет. Это раз. Минус один на ее овер-вотч. Мы с ним разобрались. Ну, подходите, гады. 79. С критом. 90 надо мочить рокетмена. Типа, уводить рассечки сюда. Там у нас уже... Блин! Ай! Так, у тебя есть шредерд рокет. Подранить марксманов не получится. Уйти с фланга вариант. Эти не пройдут все равно. Ну, тут, видите, слишком рискованно я не смогу попасть. Те дальние не угрожают. Может быть, имеет смысл сюда стрелять. Чисто, чтобы снять каверы и прикрыться от марксманов. Ну, я могу спулить новый пак за счет того, что убью каверы. Я не помню, сколько на первой миссии экзаль там народом. 18 человек. Но, если я не кидаю рокет, то... Я не работаю пехотинцем вообще, поэтому надо кидать рокет. Плюс снимать овер-вотч, который мне тоже нужно снять. Ну, то есть... Хорошо, никого не спулили, а это радует. Тут появилась цель. 1,88. Тут двое флангуются, плюс рокетмен. Это самая большая проблема. Которого я... Надо марксмана выводить сюда, увы. Я пошел. Стрелять с пистолетом мы не можем стрелять. Че делать? Че делать? Либо снайб убивает пулич, либо я ловлю ракеты сейчас. Ну, я могу, конечно, шредером сделать, попробовать рокет кинуть. Может, даже с места. Ага, 3-4 с места. Ну, вот так вот, типа. Но это слишком большой рандом. Ну, если я пройду, то вероятность попасть будет еще меньше. Скорее всего, мне надо прямо с места бахать, чтобы спасти остальных. Удачи. Пожалуйста, попади по рокету хотя бы. Есть? Подранок, по крайней мере, есть. Отдает снайперу гипотетическую возможность шотнуть его с одного выстрела. Включаем крит. Молимся, 80% надо попасть. Ну, еппараса ты это, сука! И меня влетает точно рокет. И меня точно влетает рокет. Падает разведчик. Надо уводить разведчика полностью. Наверное, медика тоже надо уводить на фу. И закидывать дэмит. И он не может. По нему стреляет этот. Тебе типа не стреляют. Тебе стреляют. Что делать? Я меня накрою, все равно ракеты здесь. Ухожу медиком назад. Был бы оперативник, кто-то 30 не попал. Бежит, 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 бежит. Рокет бежит, не кидает ракету. Убираем рокета. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Он не видел просто никого, поэтому подбегал. 25 процентов. Держись, держись, не надо, не надо, не надо, не надо. Есть! Да! Захватили. Есть! Живем, живем, живем! Ой, живем, живем! О-о-о-о! Так, спокойно. 60-3. Давай. давай ты тварь подожди попробовать подойти разведчиком ты сдохнешь подойдешь сдохнешь и так так не поставить надо надеяться что с нами попадет хотя бы ранить 70 процентов хорошо бери марксманскую винтовку отходи перезаряжайся лечи этого еще не все еще есть три человека но сейчас мы по крайней мере за кавры встаем они не захватывают этот ты сюда видишь до 58 ты палач да давай стреляет 60 процентов почти но есть есть еще пак идет захватывают стоп пуль пулеметчик стреляет 8 хорошо походом кажется последний пак да и этот подходит но не успевает отлично еще один боленка же вас много тварим один ход есть самый опасный этот по нему можем стрелять общий вид голографическая метка раз подранка надо делать под под всех под всех кто там чтобы снизить сильно точность от всех не получится но хотя бы как там поехали я бы тут сдох просто без ракетчиков два ракетчика взял ничуть не пожалел шестьдесят девяносто пять сто процентов овернутого лучше не лучше сто процентов овернутого убьем встаем на овервочном все равно дергаться будут людям здесь снайп должен вот этого бахать раненого 80 процентов давай ой молодцы молодцы так вы перезарядка вы перезарядка дым дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым будем ли подходить ближе миш да лучше подойти немножко чтобы на полу каверных кинуть дым вот так вот ой нормально хорошо у нас есть ход они кодировщик пока еще будут ломать два хода один ход остается там трое битых побежал нету верда боеготовность ну пулич давай стреляет пулич стреляет хорошо не забывай про overwatch это стреляет 26 у меня там дым хорошо хорошо так надо лезть вперед кажется это уже последние надо добегать до передатчика чтобы 70 54 не вижу да и вам ходим немножко так чтобы класс погодим снайпером надо снимать пытаться этого который на овере стоит сучок 80 процентов снайп ты охренел подбегаем разведчикам чтобы овер снять не получается нифига 63 плохо хорошо 71 все перед приемник уже приспособление с 8 процентов убей его убей его хорош да я потерял штурмаша но я потерял в такой и после этого такая я начинаю любить ракетчиков просто любить до ранения 6 15 дней но я никого не потерял из нормальных это прям чудо какое-то до штурм смерть но разведанный теплоизлучатель повредили вещи и на 460 бабла ну чё может еще тогда этот мне нужно мне кажется нужно еще один корабль заказывать я думаю надо заказывать новобранцев первые на 100 баксов потому что у нас штурмаши того может быть даже заказать еще одну винтовку лазерную чтобы с одной стороны у нас бы было на на заказ и чтобы у нас так на заказ есть две винтовки ну смысле виновка карабин гатлин кота пауза ребят ребят кота пауза после такой миссии надо сделать кота пауза бесса вперед красивая кошка красиво бесс 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 молодец привет пацана в чатике два спутника делаются снимаю феникс еще раз при уже не надо что потом отправляем заказываем новый корабль хотя нет лучше новый корабль сразу заказать мне никогда такого не было вот чтобы в в мае мы так терпели передовой лазерной технологии так здесь лавина переводим сюда потом возвращаем сюда передовые лазерные ес так у нас сразу для ну да марксманскую снайперскую топ-1 возможно на лазерную пушку я наверное попытаюсь все-таки скрыть рейдера чтобы мне стабильным по ним попадать эту проблемы есть сплавы есть денег мало но трупы трупы можно по продавать берем как минимум снайперскую винтовку берем как минимум марксманскую винтовку желательно взять еще веерный лазер хотя бы один я бы еще выделил 130 баксов на первую лазерную пушку выделит он 100 баксов миш блин трупы могут уже бы заказывать такое количество очень точное лазерное оружие сообщение совет пролетает я очень хочу чтобы корабли вернулись феникс нужно сейчас закинуть в новый перехватчик и тот может быть и не стоит кстати учитывая то что времени нет сообщение совета никто не вышел но пять кораблей мы упустили плюс 600 месячная награда у нас положительный баланс и в этом месяце мы закрываем полностью азиатский регион австралию и можно выбрать еще место учитывая то что перехватчики под накопились где нам еще можно как-то ну они под накопились но не все биты и конечно но это июнь друзья это поезд в конце месяца и дредноут это поезд и дредноут мне кажется что нужно сделать вторую лазерную винтовку под страховку и под дредноут хотя снайперов меня маловато или все-таки заказать еще одну лазерную пушку что ты просаживаешься очень сильно давай вторую лазерную пушку чё по ресерчим по ресерчим лаборатория 2 делается бонус на смежные лабы есть скрываем рейдер для того чтобы проще было сбивать делаем вторую лазерную пушку все таки нет не хватает сплавов 30 сплавов вы надо назначение проверить у нас все еще люди в фатиге и много раненых нужен штурмаж один по штурмаша пойдет на у него ранение 14 дней стоп а я же не зафиксировал мне нужно через неделю сканить экзальт 6 7 числа нужно сканить снова экзальт средний у меня нет перехватчиков все минус этот новых перехватчик конечно придут через один день но это минус спутник да и второй тоже сбивает причем истребитель все по перехватчиками все-таки про прай мы потеряли один спутник мы не сможем отслеживать садимся 2 и она прекратила нас финансировать надо закупать спутники продаем источники энергии продаем комп и захват берем еще один спутник попробуем 2 по дэмэджи нам нужно попасть по нему максимальное количество раз чтобы снизить шансы на сбивание спутника 2 открываю огонь попади прошу 55 ну второй спутник не он уж летел они оба прилетели на один и тот же спутник о Какие живые. Ой, какие живые. В Индии сбили, да? Ладно. Перевод самолетом. Перевооружение. Перевод. Передислокация воздушного судна завершена. Лифт готов к работе. Лифт готов к работе. С одной стороны генератор напрашивается, уже как бы ничего нет. Генератор делаем 10 дней, потому что я в любом случае ограничен в плане строительства. Ученые на Иллерии, да. Где бы там они ни находились. Миссия. Чрезвычайная. Так, ну бойцы возвращаются. Потижных практически не осталось, только два ракетчика, которые мне спасли. Тут в течение 11 дней возвращаются 5 человек. На эту миссию мне, видимо, придется взять одного из леммингов, для того, чтобы сделать из него штурмовика. Потому что один штурмовик — это забей. Один у меня не успеет выйти на экзальтовскую миссию. Экзальтовская миссия, скан будет... Ну, короче, сюда топовый состав подправляем. Сейлор Мун, конечно, жалко отправлять, учитывая то, что она в следующий раз получит уровень черт знает когда. Но с ней будет гораздо проще проходить эту миссию. Это будет ловелап, это будет ловелап. Это близко, но нет. Одного медика обязательно. Одного разведчика обязательно. Ну и вот тот самый... Товарищ штурмовик. 3.14 вы. Стоп, у меня там один разведка была. Может быть, у него уже есть соточка? Может, его лучше сделать, а? Да, у него есть соточка. Им тогда не нужно будет никого убивать. Да, я помню про скан экзальты 5.6. Поехали, друзья. Жестко, конечно, мне. Сейчас очень хочу, чтобы корабли... У меня очень хороший апп будет через некоторое время. Через какое, блин? То есть у меня две лазерные пушки. Фениксов оснастить. Два новых перехватчика. Бонусные по средним. Но пока у меня вообще ничего нет. То есть 10 кораблей абсолютно бестолково. Абсолютно бестолково все. Лазерных снайперских винтовок пока нет. Датчик движения, пожалуй, не буду. Пехотинцу брать. Не, лучше возьми. Устраховка лучше будет. Ох, если Рокет получит левел-ап, то со способностью приспособлениц он будет 3 овервотча делать без промахов. Хочется, конечно. Но пока рано. Медик. Лазерная винтовка. Два дыма. Разведчик тоже пока без... Без. И новый Нубас. Даже не фаланги. Датчик движения. Я бы даже Света Шумуму взял. Лазерная винтовка. Ок. А у меня у всех фаланги. То есть я могу себе позволить. Так, не торопись. Новый месяц. Тут новые враги. Это у нас июнь. Мутонов больше. Блин, я потерял по факту пока еще четырех человек, да? Какой четырех? Ты еще двух штормовиков забыл посчитать. Уже семь. А, инженера. Нет, потери, конечно, колоссальные уже. Не успокаивай себя. Это провал. Проверь повышение. Сбор. Готовимся к выставке. Блин, бесящая карта. Только не по центру старт. Пожалуйста, только не по центру. Да, зато с багнутой дверью рядом. О, это южишнец. Турм один может приступать к операции. Не, хватит на сегодня. Я уже устал, друзья. Спасибо вам за то, что смотрели. Спасибо за то, что болели. Потому что сегодня я уже начинаю торопиться. Сейчас через очередной миссию эту залить на таком респе будет легче легкого. С моей сканера не взяли. В смысле, два скана взяли леммингу и пехотинцу нет. Пехотинец с этим, в смысле, датчик движения и у этого датчик движения. Да, тем более завтра рано вставать, лучше не засиживаться. Всего хорошего. Там, если сокол на связи, можно парочку PUBG, конечно, катнуть. Но это такое. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Завтра WarCraft начинается в 9.30. Будем смотреть третью-четвертую группы. Там хавки, соники, кэши. Все-все-все-все-все-все. Поехали. Пока.